Выйти представители промышленного парка Большой Камень. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Трофимов Игорь. Я являюсь директором инвестиционного агентства Приморского края, а также исполнительным директором корпорации развития Приморского края. Сегодня я расскажу вам кратко о проекте промышленный парк Большой Камень. Тот проект, про который наши приморские коллеги считают, что он более важен для региона, но мы так не считаем. Мы считаем, что они все важны, и наша задача привлекать инвестиции. Должен отметить очень важный момент, что промышленный парк Большой Камень – это имя собственное. По смыслу нормативной документации проект является индустриальным парком. При реализации проекта мы преследуем три цели, максимально важные. Первое – это создание многопрофильной инвестиционной площадки площадью 172 гектара. На практике она двухструктурная – Greenfield to Brownfield. Второе – это создаем новую для региона меру поддержки малого и среднего предпринимательства. О деталях я расскажу чуть больше, но смысл ее в том, что мы концентрируем максимум льгот налоговых и льгот арендных для ИБСП. И третье, что, наверное, самое важное в данном случае, для очень большого по приморским меркам предприятия «Судоствительный комплекс звезда» мы по поручению руководства формируем площадку для максимальной локализации смежных производств. Тем самым выстраиваем длинную цепочку производственную от субъектов МСП до максимально крупного бизнеса. Для реализации проекта мы создали структуру, а именно дочернее общество КРПК «Инвестагентство», управляющая компанией промышленного парка «Большой камень» в форме собственности ООО. Команда проекта насчитывает более 80 человек. Это команда всех трех структур. Это специалисты в области земельного права, специалисты в эксплуатации объектов инфраструктуры, специалисты в строительстве. Ну, само собой, финансисты, юристы и так далее. То есть команда крепкая, реализуемый уже не первый проект в Приморском крае в принципе. Необходимо отметить, что ядром всего проекта в принципе является соответствительный комплекс «Звезда». Это большое предприятие, которое создает у нас на территории Приморского края суда класса «Афромакс», газовозы. И сейчас на Стопеля встал у нас первый в России, точнее самый крупный в России атомный ледокол. Соответственно, мы понимаем, что данный проект требует очень большой работы смежных предприятий. И для этого мы создаем площадку, которая по профилю у нас будет в первую очередь судостроительная. И уже как следствие профиль будет второй. Это производство строительных материалов. Необходимо отметить о том, что у судостроительного комплекса «Звезда» в настоящий момент пакет заказов уже на 66 таких судов. То есть запас прочности производственной очень большой. Немного формальной части. Само собой мы проанализировали всю нормативную документацию в соответствии с поставлением правительства. Выполнили все попунктно. Создали сайт, заключили необходимые соглашения. Создали управляющую компанию, которая будет заниматься исключительно данным проектом. И 3 марта уже направили заявку в Минтромпторг через специализированный портал. Ожидаем, что коллеги нас проверят. И если вдруг будут какие-то замечания, мы будем готовы оперативно отработать. Место расположения промышленного парка выбрано не случайно. Он находится буквально в 3 километрах от якорного производства судостроительного комплекса «Звезда», в 100 метрах от ЖД-путей, в 500 метрах от федеральной трассы, которая в настоящем метре конструируется и будет введена в следующем году в эксплуатацию. И в 72 километрах от ближайшего порта, который осуществляет международные перевозки в том числе. Сейчас на слайде вы видите картинку. Это визуализация уже разработанной проекта планировки территории. Как видите, он поделен у нас на два блока. Более темным в нижней части экрана вы видите блок «Браунфилд». Это два больших здания общей площадью 22200 квадратных метров, которые мы планируем использовать для поддержки субъектов МСП. Остальная часть – это 155 гектар. Это зона «Гринфилд», которую мы планируем обеспечить непосредственно инженерной инфраструктурой. Очень укропненная дорожная карта проекта. Само собой она издетализированная. Мы планируем, что до 2023 года у нас ведется первый производственный корпус и административно-бытовой корпус, то есть это 11 тысяч квадратных метров. Обеспечим все 172 гектара инфраструктурой. И уже в 2025 году у нас наши крупные якорные инвесторы, о которых я опишу позже, уже начнут вводить свои первые этапы производства. По уже заключенным соглашениям до 2028 года будут вводиться в эксплуатацию их вторые этапы производства. Уже чуть более детально по объектам капитального строительства. Как видите, 22 тысячи всего планируем построить зданий и помещений. Это 4 здания. 2 по 10,5 тысяч квадратных метров – это производственные помещения. И 2 по 600 квадратных метров – это административные здания для работы непосредственно административного поленческого персонала. На эти здания уже разработана проектно-сметная документация. Соответственно, мы половину из перечисленных зданий, на картинке это видно, подали в инфраструктурно-бюджетный кредит. Уже прошли комиссию под руководством Мрата Шахизановича Хуснулина и получили одобрение. Это в рамках лимита Приморского края. Далее вы видите выкопировку из проекта плановки территории. На ней отчетливо видно, как мы собираемся строить инфраструктуру. Разводка сделана, проведены инженерные коридоры. Получены технические условия на примыкание к существующим сетям. Это 4,5 мегаватт электрики, 6 тысяч кубов технической воды, 2 тысячи кубов водоотведения. Газоснабжение 3751 кубический метр в час. Необходимо отметить, что газоснабжение площадки уже внесено в программу газификации региона и согласовано с ГЭСПРОМом до 2025 года нас обещают обеспечить газ. Автомобильные дороги 7,5 километров – это внутреплощадочные проезды. Соответственно, техусловие на примыкание к существующей городской трассе получено. Что касается электрики, можете обратить внимание на то, что у нас есть планы увеличить объем до 49 мегаватт. Сейчас мы этот вопрос согласовываем с корпорацией развития Дальнего Востока. Далее, что касается системы мер поддержки. Мы включили земельные участки сразу в два льготных режима. Это территория, приезжающая социально-экономическое развитие и свободный порт Владивосток. Уже, соответственно, подписаны соответствующие постановления. Это закон о свободном порте. И список льгот представлен на слайде. Мы планируем использовать такую систему мер поддержки. Резиденты, кто будут размещаться на площадке Гринфилд, они будут резидентами территории приезжающего развития. Механизм уже с корпорацией развития Дальнего Востока отработан. Соответственно, резиденты, которые будут к нам заходить в блок МСП в Браунфилд, они будут становиться резидентами свободного порта Владивосток. Как вы, наверное, слышали, у нас сейчас понизилась планка по объему инвестиций. Раньше она была 5 миллионов, сейчас она 500 тысяч. То есть, в принципе, под резидентов МСП это отлично подходит. Опять же, с корпорацией развития Дальнего Востока администрирующим данную меру поддержки уже все согласовано. Теперь второй блок наших мер поддержки. Мы уже разработали бизнес-модель, согласовали ее даже с губернатором региона и планируем представлять земельные участки и помещения на льготных основаниях. Льгота заключается в следующем. Мы просто исключаем из ставки аренды инвестиционную составляющую, потому что мы планируем получить деньги в виде инфраструктурного бюджетного кредита. Тем самым, видите, что мы выходим на очень интересные цифры для Приморского края. Это значительно ниже рынка, в разы, скажем так. Далее вы видите список инвесторов, с кем у нас уже заключены соглашения. Все эти инвесторы планируют разместиться на блоке Greenfield. Соответственно, их в настоящий момент соглашений подписано 6. Общий объем инвестиций более 11 миллиардов. В основном, это компании, которые специализируются на создании строительных материалов, которые используются как в судостроении, так и в гражданском строительстве. Хорошим примером тут является технониколь, расположенный в правом нижнем углу. Коллеги планируют разместить производство экструдированных материалов, изоляционных материалов, каменной ваты и еще по списку смежных маленьких производств, которые экономически выгодно сразу же вместе размещать. На этом слайде вы видите краткое описание того, что они собираются производить. Хочу обратить ваше внимание на то, что уже по заключенным соглашениям будет создано не менее 543 рабочих мест. Опять же повторюсь, соглашения заключены. Сейчас мы на стадии выдела конкретных земельных участков, которые принадлежат управляющей компании на праве собственности, и заключение договора о ренте. Планируем, что для тех коллег, кто будет работать у нас в ТОРе, создавать свои здания с производствами, мы закладываем в соглашение право выкупа по рыночной стоимости, но только по результату реализации проекта. Только в таком случае. Дальше ближе уже к деньгам. На инфраструктурный бюджетный кредит мы заявили 1,2 миллиарда рублей, чуть менее. Это, опять же, 11 тысяч квадратных метров площадей и вся разводка инфраструктуры по площадке. Заявились мы в лимитной части инфраструктурного бюджетного кредита, прошли все одобрения, опять же, прошли комиссию, получили одобрение Марата Шахинзяновича Куснулина. Далее вы видите разбивку по стоимостям инфраструктуры. Посчитаны они здесь по следующему принципу. По первой строчке 532 миллиона – это существующая разработанная проектно-сминентная документация, которую мы направим в ближайшее время на государственную экспертизу. А следующие объекты инфраструктуры – это автомобильная дорога, сети водоснажения, водоотведения и электрика – мы посчитали по объектам-аналогам, которые уже есть на нашей собственности, но на другой площадке. Соответственно, планируем, что мы до конца года, точнее до сентября текущего года разработаем проектно-сминентную документацию и, пройдя экспертизу, начнем строить. Далее некоторая детализация по послевому направлению данной инфраструктуры. Обратите внимание, что в принципе практически все средства, которые нам необходимы для обеспечения инфраструктурой площадки, мы уже нашли при помощи ИБК. Однако нам в настоящий момент не хватает средств на создание второго производственного корпуса и стоимость его 284 миллиона рублей. Предполагаем, что в рамках объявляемых отборов Минпроцентрогом России будем заявляться, надеемся, что коллеги нас поддержат. Мы тогда создадим полный комплекс инфраструктуры и доведем свою задумку до конца. Опять же, некоторые данные из бизнес-модели, которую мы построили. Как вы, наверное, увидите, выручка непосредственно управляющей компанией промышленного парка будет невелика, но это говорит ровно о том, что мы исключили всю инвестиционную составляющую для того, чтобы обеспечить максимально льготные условия для наших резидентов. Необходимо добавить к данным цифрам, которые видите на слайде, о том, что мы, само собой, когда проходили процедуру одобрения ИБК, считали налоговый поток наших резидентов, и только налоговый поток Технониколь со всеми льготами составит более 5 миллиардов рублей за 13 лет. То есть, тем самым, все требования по ИБК мы выполнили. Ну, коллеги, хотел сообщить о том, что в настоящий момент мы, Минство России готов нам выделить деньги, они уже лежат на казначейском счету Минство Российской Федерации и ожидают одобрения Минпромпровода для того, чтобы мы уже начали работать. Если это случится в ближайшее время, то все то, что мы описали, уже случится в 23-м году, в декабре 2023 года. Прошу вас поддержать проект, и, само собой, когда мы будем заниматься на следующей вере поддержки. Также мы благодарны поддержке. Спасибо большое. Как резидент зайти и передавать внимание. Уважаемые коллеги, эксперты. Да, спасибо. Ну, во-первых, рад познакомиться лично и обязательно еще пообщаемся сегодня, потому что, ну, у нас, видите, вчера мы отмечали, что, ну, логика, в которой Минпромторг там и фрагмент, формировал нормативную всю конструкцию и меры поддержки, да, там оказывались. Ну, в общем-то, понятным, естественным образом, вот мы сейчас смотрим, что уже парков много, то есть в 2013 году их там было порядка 30 на всю Россию, да, сейчас уже там индустриальных парков, технопарков уже под 400 действующих создаваемых и создаются новые, и мы как раз вот обращаем внимание уже на вот больше вот на эту диспропорцию территориально. Я очень, на самом деле, рад, что даже вот сегодня в рамках мероприятия уже второй проект с Дальнего Востока именно, причем оба проекта сильные. Они разные, но, тем не менее, по качеству проработки и по, скажем, вероятности успешной реализации очень сильные, и это очень радует. Вот, но если к конкретике, то есть, во-первых, по заявке, ну, мы тоже, когда, видите, когда в Минстрой заявка проходила, мы, безусловно, обрадовались, что именно парк, да, будет создаваться, потому что ИБК же это довольно такая обширная мера поддержки, там и жилье, и транспорт, и все остальное. Вот, и, конечно, мы когда и, ну, и заключение свое давали, и общались с Минстроем, ну, конечно, тем более мы там с регионом, по-моему, с Минстроем, с кем-то мы созванивались, и, в принципе, когда я услышал, что проектная документация там, она есть, и что это у нас основной вопрос, часто бывает, что много инициатив в регионах, но просто на какой стадии, поэтому это просто как ремарка, да, на тему того, что поддержать, по сути, уже поддержали, но, безусловно, очень тоже спасибо вам за то, что отреагировали, потому что, ну, к вопросу, да, там, о включении в реестр, мы, ну, оперативную заявку рассмотрим, если какие-то будут замечания, то, конечно, готовы дать обратную связь, там, ну, АКС какой-нибудь провести, если надо будет, ну, то есть, мы так заинтересованы, в общем-то, в том, чтобы проект хороший, понятный, чтобы он реализовывался, вот, поэтому просто просьба тоже там с нами быть на связи оперативно, и там есть какие-то будут замечания, ну, тоже там их по возможности оперативно доработать. У меня по сути проекта пару вопросов осталось. Первый вопрос, ну, вот про налоги вы, в принципе, ответили, потому что, я так понимаю, потоки были именно по управляющей компании показаны. Я как раз хотел сказать, что, ну, просто там в дальнейшем, когда будете проект где-то презентовать, ну, им тоже стоит их показывать, если это, конечно, коммерческие данные, да, там, резидентов, если это не, там, тайна, то просто, ну, может быть такое небольшое недопонимание, исходя из этого. Вот, и, наверное, ну, я говорю, по самому проекту у меня, в общем-то, особо нет вопросов. Видно, что мы уже в хорошей стадии. Вопрос относительно привлечения дополнительной меры поддержки, вот о чем вы говорите. Надо посмотреть, подумать, потому что как раз и для Дальнего Востока у нас, в принципе, все, весь там комплекс мер наших действует. Другой вопрос, что здесь просто надо понимать, наверное, с точки зрения разграничения по эффектам и показателям, потому что это, ну, это вопрос стандартный, когда к нам там заходит парк, что вот мы получили поддержку здесь, плюс вот мы хотим еще корпус создать. И такие вопросы возникают иногда немножко неожиданные, например, что корпус-то мы построили, понятно, это разные источники, но, допустим, питать мы их будем от одной подстанции. А вот эту подстанцию мы построили уже там по какой-то мере поддержки и взяли на себя обязательство, что она там будет загружена на там 90%. Вот такие моменты, их надо просто посмотреть, исходя из там соглашения между регионом и управляющей компанией. Я думаю, что по 1189 там такие достаточно верхнеуровневые показатели все экономические, да, но тем не менее, вот это надо проанализировать, потому что я, конечно, уверен, что есть большие шансы получить меры и дополнительные от Минпромторга, но вот учитывая, что уже и БК, да, и обязательства определенные и регион на себя взял, и управляющая компания, вот здесь это требует детального анализа. И опять же, давайте обсуждать там, что из наших мер может, в принципе, быть здесь применено. Как минимум, надо наверное проработать вопрос, что это какие-то другие резиденты, скорее всего, будут, не те, которые были заявлены в обосновании по ИБК, и вот как минимум просто раздельно это посчитать. Ну, плюс вопрос инфраструктурного обеспечения, потому что помимо самого здания, как я сказал, там они же будут пользоваться другими ресурсами коммунальными, вот здесь тоже надо посмотреть. А так, в принципе, я говорю, по сути там проекта вопросов там у меня особо нет. Ну, соответственно, по аккредитации, я думаю, что быстро отработаем и успешно вам все реализовать. Спасибо большое. Будем готовы оперативно реагировать. Игорь, спасибо большое за хороший проработанный проект. У меня один вопрос есть по сути. Вы указали, что у вас управляющая компания отдельно создана верлецом, и при этом правительство является заказчиком стройки? Ну, это немножечко некорректная формулировка, что является заказчиком стройки. Есть же такое понятие в проектном управлении, кто является базовым заказчиком. В настоящий момент это на самом деле посыл региону. Кто будет платить, кто будет заказывать стройку? Укаливающая компания. Мы планируем получить при помощи вклада в уставленный капитал деньги. И согласовали такой механизм. Я думал, правительство будет финансировать и потом каким-то образом передавать. Это слишком сложная конструкция. Тогда вопросов нет. Спасибо. Разрешите еще пару вопросов, коллеги, наверное, более формальной плоскости, но тем не менее, касательно аккредитации и прочего. Вот у вас бы указано, что управляющая компания E-Roll в проекте застройщик-девелопер и корпорация оператор парка. Вот в 794 нет понятия застройщик-девелопер-оператор. Какие функции выполняет корпорация в терминологии 794? Что значит оператор проекта? То есть какие полномочия у нее есть? Для понимания ситуации, вся команда проекта в настоящий момент находится в... являются сотрудниками либо КРБК, либо инвест-агентства. И на практике всю работу организовывают эти две организации. Управляющая компания это, ну скажем так, механизм удобного учета и организации проекта с точки зрения юридической финансовой части. То есть, ну, коллеги, когда готовили мне презентацию, вот именно это хотели сказать. То есть на практике, естественно, застройщикам, заказчикам всех объектов инфраструктуры будет управляющая компания, все соглашения с резидентами будут с управляющей компанией, конечно же. И все услуги будут оказываться в ней. В момент X, условно, вы переводите туда команду и уже управляющая компания, как непосредственный актор, взаимодействует с резидентами, с коммунальными, с прочими службами? Переводить команду ни в коем случае не будем. У нас это далеко не единственный проект. У нас действительно корпорация такая разветвленная, скажем так, потому у нас немало компетенций, сосредоточенные именно в головных компаниях. Но на практике вот именно эксплуатационную функцию, функцию выполнения заказчика, застройщика и так далее, это будет выполнять управляющая компания, естественно, начальное общество. Понятно. И второй вопрос. Я правильно понимаю, что вы всю территорию в 200 гектар планируете подавать заявки на аккредитацию? Да, конечно. То есть в заявке будет заявлено земельных участков на территорию 200 гектар плюс? 172. Три земельных участка. А, 172. 172. И техусловия вы представите на 4,5 или на 49? На 4,5. Сейчас я могу представить техусловия только на 4,5. Леонид. Это вот сразу вопрос к аккредитации. Здесь, опять же, я говорю, уже, наверное, не в рамках даже вот этого обсуждения, о чем просто Екатерина говорит, что у нас одно из базовых условий, да, при аккредитации, при подаче заявки, что вся территория парка обеспечена, я вот в своем выступлении говорил об этом, либо уже обеспечена коммунальными ресурсами, либо, соответственно, они запроектированы точки подключения, линейные объекты и, соответственно, техусловия действующие есть как минимум на вот все эти участки. И здесь просто, ну, я говорю, мы сейчас идем в долгую дискуссию, но, тем не менее, это, конечно, вопрос действительно очень важный будет при проверке этой заявки, потому что, ну, скажем, если вся эта проектная документация есть, техусловия есть на все три участка, тогда, в общем, наверное, здесь я каких-то рисков не вижу, потому что здесь другой еще есть вопрос, да, о чем Екатерина говорит, что мощность, есть же требование, что не менее 0,15 мегаваттный гектар свободной территории, должно соблюдаться, должен такой критерий, и учитывая, что территория большая, там, ну, здесь просто надо смотреть, сколько резидента займут уже по факту, да, то есть мы, наверное, можем там исходить из того, что парк создаваемый, соглашение с резидентами есть, там, мы, в принципе, понимаем, что часть территории, она уже как бы занята будет им, но все равно же там из 170 гектар, наверное, достаточно большая часть будет пока еще не занята, и вот здесь, ну, я говорю, здесь просто надо уже в документы погрузиться, вы заявку уже подали через ГИСПО, правильно? Да. Ну, я тогда по возвращению тоже там попрошу, там, сотрудник, чтобы посмотрели, и здесь, возможно, мы там будем какие-то, наверное, рекомендовать, если просто норматив там не будет выполняться, ну, какое-то промежуточное решение, потому что, возможно, там, на часть территории у вас там на данный момент и бюджетные средства никак не будут использоваться, и тогда мы просто в таких случаях, когда вот есть некая там вторая, третья очередь проекта, мы просто рекомендуем включать в реестр пока первую, то есть, да, там, в вашем понимании, там, площадь парка, она там 170 гектар, и, естественно, это все будет во всех там материалах, там, маркетинговых материалах, переговорах с инвесторами, но с точки зрения контура господдержки, это может быть и меньшая территория для того, чтобы как раз вот мы с вами не толкнулись на ситуацию, когда вроде бы парк большой, а пока еще по тех условиям, по проектной документации, даже вот по электроэнергетике, ну, понятно, что это всегда затраты, да, и в том числе и сетевые организации, они тоже там зачастую, ну, скажем так, не очень легко с ними эти вопросы решать, что вроде как территория свободная, еще и там резидента конкретного нет, а вы уже говорите, там, дайте нам мощность, это все понимаем. В общем, здесь какое-то нужно будет, я думаю, что решение, давайте обсуждать, смотреть, ну, и дальше там будет понятно, как двигаться. Да, это очень приятно тоже обсудить. А так вопрос важный, да, действительно. Я думаю, что найдем механизм решения. Гибкость у нас большая, у нас там всего земли в собственности аж 900 гектар, в принципе, и мы планируем постепенно ее развивать, то есть проект еще будет шире позднее, когда мы этот этап реализуем. А те резиденты, которых вы сейчас показали, они сколько гектар сейчас займут? Где-то около 80 уже. Порядка половины. Да. Ну, в общем, я говорю, давайте смотреть. Давайте смотреть, что в контуре проекта, и дальше будет понятно, как двигаться. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Спасибо за доклад. Так, попрошу со следующим докладом коллеги из агропромышленного парка Агротек. Попрошу подготовиться к проекту создания промышленного технопарка и наград. Добрый день, уважаемые коллеги, члены экспертной комиссии. Меня зовут Монкиров Эрдни, я являюсь директором управляющей компанией Агротек. Мы планируем создать агропромышленный парк на территории города Элисты, республики Калмыкия. Данный проект является первым проектом по созданию индустриальных парков, вообще каких-либо парков на территории нашего субъекта. Перейдем к резьме проекта. Обращу ваше внимание на его ключевые характеристики. Это чистый гринфилд, получается, строим с нуля. Площадь территории почти 10 гектаров, площадь помещений более 9000 квадратных метров. Планируем воспользоваться мерой государственной поддержки по линии Министерства экономического развития. Это постановление правительства номер 316. Справа представлена проектная схема. В настоящее время у нас заключен договор с проектной организацией. Мы разрабатываем проектную смертную документацию. То есть эта схема будет меняться, конечно же, ну так для визуализации. Далее вкратце о расположении нашего агропромышленного парка. Вот основные значения транспортной доступности нашей площадки. Близость к аэропорту это почти 5 километров, а близость к федеральной трассе Р-22 Каспий. Дорога одна из основных артерий, которая соединяет юг России и Северный Кавказ с центральной части России. Так. По специализации. В настоящее время у нас предварительные договоры заключены с резидентами. Основные направления это производство алюминиевых светопропускающих изделий, складское хозяйство, испомогательная транспортная деятельность, производство пищевых полуфабрикатов, кормов для животных. Действительность по производству артам дыров. Это тоже новое производство. У нас и Пакнурева занимается. Они сейчас активно работают по продвижению на экспорт вещества и продукции. Так. Поподробнее об объектах промышленной инфраструктуры. На схеме отображено примерное расположение всех задействованных невозможных применения объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Также сама территория площадки. Опираясь на потребности наших потенциальных резидентов, мы сформировали понимание, какие объекты коммунальной инфраструктуры нам, как управляющая компания, необходимо построить или реконструировать для резидентов наших, чтобы их обеспечить всей необходимой инфраструктурой. Также на основании подписанных предварительных соглашений с резидентами есть разбивка помещений по их назначению. По коммунальной инфраструктуре хотелось бы отметить, что 2 мегаватта у нас заявлено. В настоящее время у нас тариф в республике является одним из самых больших. Это 10 рублей для невидальных предпринимателей, юридических производителей. Мы хотели как бы снизить эту стоимость за счет строительства газопрошневой установки. Когда планировали, конечно, цены были одни. Сейчас, конечно, будем менять тоже что-то, пытаться выйти на более реалистичные цифры. Так, для кого же все это строится, готовится? Вот перечень наших потенциальных резидентов, с которыми у нас уже есть предварительные соглашения. На момент подготовки презентации их было 8, сейчас их уже 10. У нас добавилась биолаборатория по оборачиванию эмбрионов для сельского хозяйства и производство хлебобулочных изделий. Основные, в принципе, я уже перечислял. Дальше как я упоминал ранее, в реализации нашего проекта мы планируем воспользоваться мерой поддержки по линии Министерства экономического развития, постановления правительства 316. Учитывая то, что республика входит в перечень субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, которым доступна такая уникальная мероподдержка. Так, мы провели работу по проверке соответствия нашего парка и управляющей компании требования постановления правительства номер 794. Результаты приведены в таблице. Можно с уверенностью сказать, что в текущем формате проекта мы всем требуем соответствия. То есть создана управляющая компания в форме общества с ограниченной ответственностью. Площадь составляет около 10 гектар. Управляющая компания зарегистрирована территорией Республики Калмыкия. Сельская земля сельхозназначения около 25% составляет и 75% землепромышленного включения. Так, перейдем к цифрам. Конкретно финансирование нашего проекта. На слайде представлена разбивка средств по структуре мероприятий, на что будут потрачены деньги и структуру финансирования. По структуре финансирования нашего проекта мы соответствуем требованиям отбора проекта Министерства экономического развития, где предусмотрено 20% софинансирование со стороны инвестора, 1% со стороны субъекта в рамках распоряжения правительства 22-21. Далее чуть подробно по структуре мероприятий, на которые мы будем, по которым нести затраты будем. Как я уже отметил, цифры приблизительные, то есть когда проектная документация будет готова, мы подобьем, все уже подгоним. Ну и в части электроэнергии установки газопоршневых установок тоже. Наша дорожная карта представлена в укрупненном размере, тоже постараюсь учесть все тонкости конкурсного отбора, проводимого Минэкономразвития. Оценив наши возможности, как мы видим, работа по подтверждению в соответствии нашего агропромышленного парка требований Минпромторга будет проводиться параллельно с отбором, который будет проводить Министерство экономического развития в рамках постановления 316. На данном слайде мы представили предварительные расценки на услуги, то есть услуги мы взяли пока базовые, с учетом опыта имеющегося у регионов, мы будем дополнять востребованными услугами, которые будут также и рентабельны для управляющих компаний. Также на основании наших расчетов по финансовой модели в таблице прописаны показатели эффективности реализации нашего проекта, которые будут прописаны в соглашении с субъектом. Соглашение запланировано по подписанию в июне текущего года. В принципе, у меня все. Хотелось услышать от вас предложение. Спасибо за доклад. Коллеги, эксперты. Да, коллеги, спасибо большое. Отрадно, что за полгода, когда мы общались в последний раз, новые потенциальные резиденты появляются и проект прорабатывается. По сути, мне кажется, ну, в целом хорошая инициатива и для развития производства в республике действительно важный шаг. У меня есть только одно предложение. Обратите внимание, вот у вас и у одного из проектов тоже, который вначале по технопаркам выступал, кто планирует участвовать в отборе Минэка в этом году, да, и финансируется в следующем году. Но есть вероятность, что на 500 миллионов рублей вы претендовать, возможно, не сможете. То есть, возможно, там деньги будут выделяться только на 2023 году, а 2024 и 2022 года, возможно, не будет. Это просто надо учитывать, когда вы планируете свои финансовые расходы. Спасибо. К вопросу о резидентах. Скажите, вот у вас на слайде было задвоение. Один и тот же резидент был указан дважды. Да, у нас и ПСНГG, он указан как два проекта, но он будет создавать юридическое лицо в форме ООО для реализации второго. То есть это потенциальное ООО? Да. Седьмой, да, получается, и первый. Да, да. Пока он заявился как один индивидуальный предприниматель, но впоследствии он, наверное, двоится. Понятно. А по заработку управляющей компании, помимо, собственно, там, электроустановки, никаких особо источников дохода не предвидится. Ну, получается, аренда, сдача в аренду помещений. А, помещения, да. Основное. Ну и обслуживание также рассматривает. Ну и последнее, вот, если обращать внимание на резидентов, Обушев, Обушиева, Саженца, да, просмотрите, пожалуйста, по производству на КВД, насколько, да, это подходит. Вроде есть продукты питания, да, десятые из общественных производств. Тоже, я понимаю, что есть вот такая формулировка к производству, там, саженцев, но по АКВДам, пожалуйста, будьте внимательнее, чтобы можно было считать резидентом парка. Хорошо. Все. Вопросы закончены. Спасибо за доклад. Спасибо. Прошу подняться, коллег, промышленный технопарк Иноград. Так, я прошу подготовиться, Троицкий завод механических изделий. Коллеги и эксперты, приветствую вас всех. Меня зовут Степанов Владислав, я руководитель управляющей компании. Мы из Чувашеской республики. Проект полностью реализуем по направлению Браунфилд. Соответственно, у нас есть у управляющей компании в собственности объект недвижимости, который соответствует всем характеристикам для начала реализации проекта. Сам технопарк реализуется с 2020 года. Мы провели за это время основные строительно-монтажные работы для приведения его в надлежащий вид. Располагаемся в населенном пункте в 40 километрах от столицы Чуваши, города Чебоксар, в 150 километрах от Казани, в 700 километрах от Москвы. Соответственно, объект имеет удобное местоположение с позиции сырьевой доступности и рынков сбыта продукции и специализации площадки. Характеристики объекта достаточны для начала реализации проекта. А именно, у нас более 5000 квадратов зданий, 1,2 гектара земельных участков промышленного назначения с наличием коммунальной инфраструктуры и электрической мощностью в полмегаватта в час. Также положение объекта в перспективе позволяет увеличить производственные площади единой площадки до 3 гектаров, что отображено на слайде. По классу опасности у нас пятая санитарная зона, потому что специализация у нашей площадки – это производство продукции на основе термопластичных полимеров для пищевой промышленности. Основные изделия, которые будут выпускаться – это тара, это, значит, полпачок, это бутылка пластиковая на основе полиэтилена низкого давления, а также тара на основе PETA. Рассматриваем, значит, направление древесно-полимерных композитов и, естественно, переработку, вторичную переработку полимеров термопластичных. Вот. Сам объект, значит, как я отмечал, что оснащен всей коммунальной инфраструктурой. Вот. По площадям также он соответствует и промышленные зоны, и офисные зоны. Здесь, значит, представлено зональное расположение предварительно для трех резидентов и центр коллективного пользования оборудования. При этом у нас еще остается в запасе значительная площадь для дальнейшего увеличения. Из технологической инфраструктуры мы, значит, планируем создать центр коллективного пользования оборудования площадью 1600 квадратов, вот как раз в задней части промышленного здания, которые хотим оснастить линии по производству изделий из пластмассы, включающих в себя термопласт, автоматы, пресс-формы, чиллеры, компрессоры, соответственно, все вспомогательное оборудование. И второй технологический объект – это, значит, лаборатория для проведения опытных экспериментальных воспитательных работ по составам полимеров, технологическим операциям и аналитической работы качества продукции и наставить термопластичных полимеров. На сегодняшний день у нас, значит, подписаны три соглашения с нашими потенциальными резидентами. Один из них – это якорный резидент Пластлайн, который на сегодняшний день очень успешно реализует свою продукцию на территории Республики Татарстан, там же, где у них и основная производственная площадка. А также два резидента, которые будут осваивать производство на наших площадях – это ТК Пластлайн и Термодревпром. По требованиям, значит, мы минимально всем соответствуем на сегодняшний день для запуска, но при этом, как бы, отмечу, что имеем прогноз на, значит, возможность увеличения своих характеристик, что очень хорошо для нас сказывается. Планируем привлечь субсидию по 316-му постановлению, вот, создание промышленного технопарка. В наших расчетах, конечно, общая стоимость проекта – 625 миллионов, миллионов, потому что, ну, с финансирования 20% – это 125 миллионов. Если некорректно, подправим. Всю субсидию мы планируем все-таки направить, так как у нас объект инфраструктуры уже есть, и он приемлем для резидентов, для использования, мы ее планируем потратить на оснащение центра коллективного пользования, как раз для приобретения того технологического оборудования, которое необходимо резидентам для того, чтобы значительно расширить производство, либо его освоить. Вот, как бы к этому же. Календарный план, график реализации проекта подразумевает то, что первую отгруженную продукцию при нормальном ходе событий, если у нас ничего не будет меняться, и подписание, соответственно, соглашения в июне этого года у нас с регионом, с республикой, мы сможем уже к третьему кварталу, ну, к концу 2023 года у нас первый резидент уже в площадке сможет отгрузить первую продукцию. Бизнес-модель у нас построена на максимально минималистичных прогнозах для того, чтобы не, значит, не стать неэффективным проектом, вот, а для того, чтобы все-таки объективно на все посмотреть и эффективно его реализовывать, вот, поэтому мы заложили самые минимальные арендные ставки, которые управляющая компания сможет получать со своих резидентов, а также за пользование оборудованием, и, соответственно, выручку управляющей компании, мы также объективно на все реалистично смотрим, не строим прогнозов, что у нас будет управляющая компания будет иметь выручку в миллиарды рублей. Вот, и, соответственно, основные показатели, также мы, значит, к концу инвестиционного периода, именно к 2024 году, мы планируем, что у нас будет три резидента, вот, это те, как раз, которые у нас есть сейчас, а далее, после инвестиционного периода, мы все-таки рассчитываем, ну, закладываем, прогнозируем, что в резидентах мы вырастим до пяти, именно на той территории, которая сегодня уже есть, без освоения еще дополнительных гектаров, без превращения в гринфилд. Вот, при этом у нас, значит, опять же, к концу 2024 года как минимум 50% будет загружено по площадям, уже при дальнейшей реализации мы надеемся загрузить наши те действующие площади до 70%. При этом, ну, объективно, мы считаем, что на один бюджетный рубль, на один, да, бюджетный рубль мы тратим, значит, показатель объема числения резидентов в бюджете, значит, один рубль, таким образом, соответственно, вся субсидия, она будет возвращена на государство, но с учетом того социального эффекта, который мы создадим, потому что проект реализуется в моногороде, это небольшой населенный пункт, ему крайне важно создание рабочих мест. Команда проекта, это вот я непосредственно руководитель управляющей компании, якорный резидент, полослайн и термодревпром, это, соответственно, один из резидентов. Вот, готов услышать обратную связь, вопросы? Спасибо за вопрос. Можно вопрос, скажите, вот где бизнес-модель, можете на слайд вернуть? Вы когда показатели рассчитывали, прикидывали примерно операционные расходы в год у вас по технопарку, потому что, смотрите, вы срок окупаемости 10 лет, ну, предыдущий даже лучше, наверное. Лучше предыдущий. Да, срок окупаемости 10 лет, вы там миллиард практически вкладываете, да, 23-24 год, выручка, ну, такая, она как бы не говорит о какой-то окупаемости 10 лет, есть только вы там не учитываете субсидии. Если не учитывать субсидии, может быть. Вот именно так, как вы сейчас и сказали. Потому что... Тогда интересно, а сколько в год у вас будет операционных расходов на вот эту всю инфраструктуру? Тогда, может, не 10 лет, тогда меньше, наверное. Я не думаю, что там прям большие какие-то будут. Как бы... Это расчет или прикидка? Обращу ваше внимание, это минимальный расчет, вот те минимальные, значит, цифры, на что мы рассчитываем. Теперь вот, да, прямо отвечу на ваш вопрос. Естественно, срок окупаемости 10 лет это не к общему объему инвестиций, который заложен к проекту, а именно к той сумме вне бюджетных средств, которые управляющая компания вносит при реализации этого проекта. Это к 125 миллионам отношения. Ну, в общем, а деньги инвестора, когда вернутся, да? Да, да, ну, деньги... Да, все верно, вы сказали. Потому что субсидия, она отбивается не управляющей компанией, она возмещается государству путем налоговых отчислений. Обратите на это внимание. Это деньги не управляющей компании. Поэтому говорить о том, что мы возвращаем, окупаемся, несколько некорректно будет. Поэтому мы именно так отразили. Но, опять же, если расчет некорректный, мы его с удовольствием подправим. Вы дайте нам направление, в какую сторону это сделать. Ну, чтобы понять, тут надо хотя бы, ваша выручка есть примерно, расходов операционных, ну, наверное, еще пока не прикинули, чтобы понимать, быстрее сможете вы, чем 10 лет окупиться или нет. Разрешите, дополню. В части инвестиций вы не заложили долю регионального сфинансирования, она же у вас не 0%. Обратите внимание, доля региональных, мы указали, а, бюджет РФ, да. Ну, я понял замечание, да, потому что я предыдущего, значит, выступающего обратил на это внимание, что 632 общая стоимость. Да, я понял, мы это, конечно, откорректируем. И у меня в раздаточных материалах написано про молодежное инновационное творчество. Мы, получается, откорректировали, откорректировали ту презентацию, которая была, потому что, значит, почитав внимательно этот приказ, Центр молодежного инновационного творчества, он не относится у нас к объектам, в соответствии с приказом, к объектам технологической инфраструктуры, но на этой площадке он реализуется, а мы его реализуем с 2016 года, 5 лет успешно там работаем. Спасибо. А что же тогда является вторым объектом технологической инфраструктуры? Нет, получается, смотрите, основной объект Центр коллективного пользования это то оборудование, которое необходимо, чтобы площадка успешно, эффективно работала, а второй объект это лаборатория, для того, чтобы резиденты могли проводить испытания, эксперименты с составом полимера. С резидентами или с потенциальными резидентами это подтверждено? Договорами? У меня... Востребовано? Да, получается, у меня и ягодный резидент, и резидент здесь тоже присутствует, как бы, если необходим диалог. Еще второй вопрос, это у меня по коммунальной инфраструктуре. У вас, насколько я понимаю, указано только электроснабжение. Откорректирую. Вот оно здесь есть. Смотрите, да, электроснабжение у нас полмегаватта. Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение у нас не такое большое сейчас. Почему? Потому что оно только предназначено для офисного помещения. Значит, производственное помещение за счет специфики реализуемого проекта это самоотапливаемость, потому что термопласт-автоматы это избыточное выделение количества тепла, соответственно таким образом мы с резидентами пришли к стратегии понимания того, что у нас это будет все самоотапливаться и производственное помещение дополнительно не нужно на него тратить ни газ, ни электричество, ни какую другую отопительную систему. Я финально поддержать Михаила Александровича насчет лабораторий. Просто когда вы рассказывали про второй объект, ну, сложилось впечатление, что это как, знаете, для одного резидента закупить оборудование и вот один резидент будет. Вот я просто посмотрел, ну, там, дальше у вас три резидента, один из них у него АКВЭТ вообще там технические науки или как? Да, научные разработки, я понял, о чем я говорю, поэтому мы, значит, у него это освоение производства древесно-плимерных композитов, это вот та специализация, как бы завершенные НЕКРы, которые хотят выйти на стадию промышленной реализации, это то, о чем сегодня с утра говорили, что промтехнопарки это не только просто глухое производство, но это освоение новых видов продукции. Вот, здесь мы как бы делаем на это акцент. Опять же, отмечу, это те резиденты, с которыми уже прямо сейчас есть договоренности. Мы оставляем, что не так? Мы оставляем возможности для привлечения именно вот по той специализации, по которой, что хочется еще отметить, специализация, которую мы закладываем, это значит, упаковка на основе термопластичных полимеров для пищевой продукции, сейчас крайне важна для реализации и для наращивания мощностей, потому что вот в общении с резидентами я получил очень хорошую обратную связь, что все конкуренты, это в основном был импорт вот этих всех крышечек, бутылочек для молочной продукции, для напитков, и сейчас у нас импорта нет, нужно будет срочно все это замещать, и создание такой площадки здесь получается в 700 километрах от Москвы, это очень хороший, мне кажется, вариант в рамках такого небольшого, небольшого производственного производственного объекта. Коллеги, тайминг. Можно буквально пару слов тоже, смотрите, я вот по бизнес-модели когда смотрел, у меня ощущение, знаете, в магазине все по 100, то есть аренда участка 100 рублей, аренда офиса 100 рублей, ну, я бы предложил поработать на тарифной сетке. я еще раз отмечу, что это минималистичный прогноз, который мы заложили, естественно, мы его будем еще уточнять, прорабатывать, конечно. Потом тоже вопрос, есть ли у вас план на случай, если там минагра, допустим, 500 вам, да, 150 миллионов рублей? Да, конечно, он отражен в календарном плане реализации проекта, он отражен тем, что вот мы как раз, это же все равно было поэтапное финансирование, сначала все равно первый год финансируется, потом второй. То есть, образно говоря, вы просто не в полном объеме реализуете проект? просто объем, получается, проект будет реализован на половину тех заявленных параметров. Спасибо. Спасибо за доклад, спасибо за вопросы. Так, прошу, приглашаю на парк Троицкий завод механических изделий и прошу подготовиться Южноуральский индустриальный парк. Добрый день, коллеги. Промышленный технопарк Троицкий завод механических изделий создаваемый, создается он у нас на площадке Троицкого станкостроительного завода, предприятие прошлого процедура банкротства было выкуплено и на сегодняшний день мы там создаем промышленный технопарк. Основным направлением у нас является профиль станкостроения, который на сегодняшний день, конечно, становится безумно актуальным с учетом того, что происходит у нас в мире. Станкоинструментальная продукция является продукцией двойного назначения. На сегодняшний день у нас по всем расчетам, скажем так, продукция станкостроения это всего лишь 20% от всего, что производилось в стране, все остальное импортировалось. И так как это является продукцией двойного назначения, 99% того, что она сейчас будет перекрываться на поставке. Резюме. Резюме. Площадка у нас с Браунфил, то есть мы делаем это все на площадке бывшего действующего станкостроительного завода. Количество резидентов, сразу хочу сказать, что это планируемое количество 6 резидентов, потому что на сегодняшний день реальных резидентов у нас 4, но с двумя еще потенциальными мы ведем на сегодняшний день работу. Профиль у нас станкостроения. Период реализации у нас проекта идет с 22 по 29 год, потому что создание, скажем так, станкостроительного направления это процесс довольно таки длительный, особенно в части изготовления специализированного оборудования. Размещение проекта это Челябинская область, город Троицк. Собственность частная, площадь к территории 2,8 гектара, площадь помещений 17 тысяч 100 квадратных метров. Также после реализации проекта также остается 17 тысяч 100 квадратных метров. Мероприятия будут направлены на ремонт помещения, подключение к сетям газоснабжения, так как на сегодняшний день у нас газонатериноплощадки нет, но так как она проходит на расстоянии 100 метров от площадки завода, я думаю, у нас проблем особых не будет. Меры поддержки мы рассматривали 11-19, но скажем так, она у вас вообще, если честно, мы вообще никакие меры поддержки не рассматривали, то есть мы создаем эту структуру самостоятельно. Ну, если будет возможность, конечно, получить такие меры поддержки, мы от них не откажемся. Расположение. У нас промышленный технопарк располагается в городе Троицк на границе с Республикой Казахстан. Как сейчас, опять же, показывает практика, у нас становится, скажем так, очень актуальное местоположение с учетом того, что сейчас начинают устраиваться новые пути логистики и, скажем так, будут сейчас восстанавливать сухопутный шелковый путь, который в старости проходил через территорию города Троицка. Есть понимание, что сейчас снова будет задействована на штаможенный пост в полном объеме, как бы скажем так, и восстановление всего передвижения. Александр Александрович, надо слайд листать. Если вам не комфортно, мы можем попросить. То есть, соответственно, с расположением. Расстояние до ближайшего аэропорта, это аэропорт Баландина, город Челябин, 160 километров. Ближайшая федеральная трасса у нас расположена в 3 километрах от города. Расстояние до ближайшей ЖД станции 5,5 километра, но это станция город Троицк, то есть это в рамках города. Расстояние до ближайшего центра субъекта, почему-то не указано, но это у нас 130 километров, город Челябинск. То есть мы находимся посередине, между городом Магнитогорском и городом Челябинском. Направление основное, станкостроение, о чем я говорил, производство запасных частей, комплектующих именно к станкам, потому что, скажем так, это направление в стране вообще на сегодняшний день болезненное, комплектующими никто не занимается. И производство сыровых систем управления, то есть это к нам обратилась фирма Инси, фирма Инси, фирма Инси, с разработанной системой ресурс, просят найти в рамках производства им индустриальных партнеров, мы на сегодняшний день подали за это предложение Челябинскому радиозаводу полет, так как это их профиль в рамках производства гражданской продукции. Ну, на сегодняшний день с днем от них ответа, то есть полностью предложение сформировано, им передано. Так, объекты коммунальной инфраструктуры, то есть это электроснабжение, то есть в соответствии с актом разграничения у нас балансового у нас 1,8 мегаватта, возможности электроснабжения довести до 3,5 мегаватт, потому что у нас инфраструктура есть для этого, для 3,5 мегаватт, теплоснабжение 10 гигакалорий час, водоснабжение 60 кубических метров в час, соответственно, водоотведение тоже 60 метров кубических в час, здание, сооружение, ну, повторяюсь, 17 тысяч это общая площадь, 14 500, это у нас производство назначения офисное, 2000, ну, по факту офисного помещения гораздо больше, потому что заводоуправление это в пределах 4000, ну, по технопарку мы планируем отвезти 2000, складского назначения 500 квадратных метров и коммунального назначения 100 квадратных метров, то есть это все подстанции, все как бы сведены в эту площадь. Транспортная инфраструктура, то есть внутренние дороги по площадке, это где-то в пределах полутора километров, автомобильных парковок, то есть перед площадкой, на территории площадки это 2000 квадратных метров. Инфраструктуру, которую планируем мы технологическую создавать, это, конечно, нельзя, то есть как бы вообще презентацию тут, скажем так, очень-очень быстро готовили, то есть, ну, естественно, метрологическая лаборатория предназначена для проведения метрологических измерений, включая контрольные для резидентов технопарка, но в станкостроении без металлургической лаборатории, это как бы, вот что, скажем так, невозможно осуществлять. Центр коллективного пользования промышленным оборудованием предназначен для использования на коммерческой основе резидентами промышленного технопарка. Но что будет составлять из-за у нас Центра коллективного пользования? Так как сам проект довольно-таки дорогостоящий получается, мы пришли к такому выводу. Резидентов будет несколько, соответственно, у каждого, то есть есть станкостроение, есть оборудование, которое используется, может, всеми, есть оборудование, которое используется каждым отдельным резидентам именно для своей продукции. То есть мы это разбили по инвестиционным проектам и часть оборудования, которое как бы нашей собственности, оно будет входить в Центр коллективного пользования. То есть вот те четыре резидента на сегодняшний день, которые как бы, с кем проведена глобальная работа, то есть строительский филиал ООО «Завод пластмасса». С ним проведена работа вплоть до того, что мы уже создали инвестиционный проект. Инвестиционный проект очень серьезный, в размерах 650 миллионов. Объясню, почему, с одной стороны, вроде как цифра небольшая, но это связано именно с тем, что технопарк, как бы это вот очевидный плюс технопарка, когда мы расчеты производили для концерна «Техмаш», предоставляя как бы обоснования. У нас, то есть для «Завода пластмасса» создание собственной инфраструктуры для производства бизнес-план выходил почти в полтора миллиарда рублей. Соответственно, тем, что они используют на договоре аренды площадь, которая уже создана, то есть с гораздо меньшими вложениями, бизнес-план у нас получился в пределах 650 миллионов рублей. То есть фактически в два раза уменьшение. Соответственно, срок окупаемости проекта у нас составил в пределах пяти лет, а по-другому в случае, когда полные инвестирования у них выходило больше 11 лет срока окупаемости. Соответственно, остальные резиденты сопутствующие, то есть это у нас и производство гибких роботизированных линий, соответственно, проработка цифровых систем, изготовление узлов и деталей под заказ, ну и средства производства. Кроме того, скажем так, здесь еще не обозначено, то есть на основании организации будет еще создаваться инжиниринговый центр, то есть разработки и внедрения продукции станкостроения, которая, в принципе, в большом объеме уже имеется у нас, то есть как бы она будет передаваться по договорам лицензионного пользования, скажем так, резидентов. Соответствия требованиям создаваемого промышленного технопарка, ну требования мы всем соответствуем, это не один раз проверяли, то есть и по мощностям, и по площадям. Управляющая компания, я сразу скажу, она собственником площадки не является, то есть собственником площадки является наша же структура, скажем так, ну отдельное юридическое лицо, которое на праве договора аренды не сфиксированной стоимостью, а в зависимости от того, сколько площади используется, как бы передает по договору аренды и управляющей компании. Планируемое как использование государственной поддержки, скажем так, еще раз, этот слайд у нас не доработан, это опять же из-за того, что, скажем, мы торопились и подготавливали как бы презентацию, соответственно, мы закладываем, то есть 35 миллионов у нас идет, это как бы ремонт, скажем так, причем капитальный ремонт, мы идем без реконструкции, здание, это сооружение, которое будет использоваться резидентом, так как это действующее помещение, внутренние сети, газоснабжение, то есть мы как бы ориентируемся, ну это прокладка, как бы скажем так, внутренних сетей, когда нам на завод линию подведем, присоединение, соответственно, к сетям газоснабжения, реконструкция технологической инфраструктуры, парка и оснащение парка дополнительным оборудованием, то есть это в размерах 110 миллионов, ну, соответственно, все цифры как бы сведены. Я дорожную карту расписывать не буду, она у нас уходит там за 23-й год, потому что процесс, скажем так, довольно-таки небыстрый, но с учетом того, что у нас изначально планировалось с заводом пластмасс, потому что мы готовили, когда бизнес-план, у нас была инициатива, и выступали с инициативой подписания специального инвестиционного контракта и запуска производства с этого года, но с учетом того, что на сегодняшний день произошло, мы будем пересчитывать весь бизнес-план, потому что у нас нет абсолютно понимания с оборудованием, как мы его будем покупать, транспортировать. Ну, соответственно, вот такая дорожная карта. То есть это по управляющей компании у нас, скажем так, услуги управляющей компании, стоимость сны, то есть основная часть, конечно, это договорная, потому что как бы услуги не могут быть в определенной степени фиксированы, потому что все зависит от сложности. Но цель управляющей компании вообще у нас как бы создать условия резидентов, как мы работаем на сегодняшний день. То есть вот для того же, опять же, я привожу завод пластмасс, потому что это, скажем так, оборонка. Мы этот проект вели сами, от и до. То есть само инициативы, создание, проведение маркетинговых исследований, консультирование полное по созданию бизнес-плана, скажем так, с выходом на определенные цифры. Такая же работа у нас будет продолжаться с каждым потенциальным резидентом, потому что мы в этом вопросе компетентны. Так, планируемые основные показатели деятельности, ну, я перечислять не буду, но один из важных показателей это выход на 30-й год на 6,1 миллиарда рублей, это, скажем так, выручка резидентов технопарка. И, конечно, как бы вопрос создания рабочих мест, то есть город Троиц, скажем так, на сегодняшний день он довольно-таки депрессивный. И с учетом показателей того, что в нашем технопарке, извиняюсь, назад, где у нас рабочие места. Так. Ну, вот потерялись. Так, 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 так. Вот количество созданных рабочих мест. 300, 330 человек. То есть это серьезный, скажем так, показатель, как бы для нашего города. В принципе, все. Команда, проект. Спасибо за доклад. Так, а можно сразу вот вопрос? Вы обозначали по управляющей компании и слайд где соответствие. Основной вид деятельности УК – деятельность по оказанию консультационных информационных услуг. У вас все-таки управляющая компания. кто вы просто обозначили, что и ей принадлежит весь имущественный комплекс. Понятно. аренды наступает. Продолжение следует... Первое. Вы указываете, что средства планируете тратить на ремонт помещений. Ремонт, капитальный ремонт не являются мероприятиями, по которым возможно возмещение. А, это то, на что вы будете направлять. Продолжение следует... То, что тратится на ремонт, не подлежит возмещению. Как и капитальный ремонт, только реконструкция. То есть вам стоит хорошо подумать и, может быть, не ремонт, а реконструкцию провести. Да, совершенно верно. Именно по этой причине возмещается только то, что имеет госэкспертизу, чтобы иметь заключение о достоверности смертной стоимости. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, мне бы тоже хотелось вам об этом сказать, что целевые показатели по 11.19, они несколько выше, чем заявленные вами параметры проекта. И в числе рабочих мест, и по другим статьям. Вот. И в 11.19 вам нужно очень плотно работать с регионом, потому что регион должен сначала возместить расходы, а потом подавать заявки. Изначально мы вообще не рассчитывали на какие-то меры поддержки. То есть это наш коммерческий проект, который мы как бы... Вот цель, чтобы заработало предприятие. Учитывая ваш приграничный статус, вам, возможно, стоит обратить внимание на 13.25. Вот я про 13.25 хотел узнать, потому что геостратегические территории, приграничные территории попадают или не попадают. И целевые показатели там пониже, и, возможно, еще будут снижены. Ну, это мы пересмотрим, да, согласен. И, возможно, стоит изменить подходы к мероприятиям, потому что все-таки 110 миллионов – это достаточно мало для проекта площадью, как у вас заявлено, столько тысяч квадратных метров. Нет, 17 тысяч. Я говорю, столько тысяч квадратных метров, 17 тысяч. 100 миллионов, из которых еще и половина на ремонт. Ну, честно говоря, такие проекты редко заходят за господдержкой, потому что достаточно много сил надо потратить, чтобы пройти все, и аккредитацию, и заявки, и все прочее. Поэтому, возможно, вы пересмотрите мероприятия и предусмотрите на будущие периоды какие-то более дорогостоящие, когда уже поймете, каким инструментом воспользуетесь. Хорошо, спасибо. Спасибо. Коллеги, прошу Южноуральский индустриальный парк и прошу подготовиться к технопарк Брэстхэш. Добрый день, коллеги. Хочу я вам презентовать нашу работу по Южноуральскому индустриальному парку. Я бы не стал сегодня вас мучить большими цифрами, мы два дня достаточно подотворно поработали, я думаю, все уже тоже устали, но в общих чертах расскажу. Я бы хотел начать с двух моментов. Первый момент, я бы хотел с этой трибуны выразить благодарность Министерству промышленности Челябинской области за поддержку в этой работе, в подготовке к работе по индустриальному парку. Я бы хотел поддерживать Леониду Валентиновичу, к сожалению, сейчас вышел за поддержку Минпромторга Российской Федерации, за отработку нашей заявки, за такие консультации, которые позволили нам буквально вот сейчас, последние документы нам передают для закрытия тех проблем, которые нам Минпромторг уже указал. И главе администрации Южного Уральска за то, что он помог нам организовать там за 10 рабочих дней, мы там практически все замечания устранили, хотя из-за изменения, вот то, о чем Леонид Валентинович говорил в законодательстве, нам пришлось за 10 рабочих дней организовать заполнение 23 градостроительных планов дополнительно. Достаточно такая работа, вот сейчас машина забирает документы, я думаю, что если не сегодня, то в понедельник мы уже окончательные документы подаем и очень надеемся, что это позволит нам попасть в реестр индустриальных парков. И второй момент, который хотелось бы сказать, все проекты, которые мы здесь обсуждали, они, видимо, были направлены на внутренний рынок, но вот то, что мы называем сейчас с текущей ситуацией, она на нашу, на наш индустриальный парк сказывается тем образом, что три наших якорных резидента, это международная компания, которая занимает второе место, место в мире по производству стеклянных изоляторов для высоковольтных линий электропередач. То есть у нас помимо основного бизнеса в Челябинской области, у нас есть промышленные площадки в Казахстане, в Индии, в Эстонии и на Украине. Соответственно, для нас все те цифры, которые мы планировали как будущее развития парка, они сейчас видоизменяются. Я ни в коем случае не хочу сказать, что что-то ухудшается, потому что для нас это возможности. У нас делегация приехала на этой неделе с Дубаев, где мы с Российским экспортным центром были на выставке. Там, ну я хочу сказать, что арабы во всяком случае прямо с деньгами уже идут, с предложением продать продукцию, потому что они в этой ситуации, они хотят деньги менять на продукцию. И у нас развитие идет, то есть ни в коем случае текущая ситуация не меняет в отрицательных никаких моментов, мы не видим. А возможности они дают. Но структурно цифры эти меняются очень сильно. Поэтому те, которые мы в презентации готовили, они сейчас там каждый день устаревают. Ну, к примеру, да, чтобы понимание было. Николай Борисович, я извиняюсь, можно вас будет попросить тогда еще дальше, собственно, к сути проекта? Я бы те два момента, которые, суть проекта поменяли от того, что здесь сейчас есть, да. Поэтому эти два момента сейчас определяю. Для чего нам нужно? Из-за того, что у нас достаточно большой бизнес, мы уже реструктуризировали ту территорию, которая была, которой занимался Южно-Разовый ароматурный изоляторный завод. Мы уже его реструктуризировали. У нас управляющая компания, на которой земля, здание, оборудование находится. Да, и три ягодных резидента, которые это оборудование арендуют. Минпромтор подтвердил все требования, которые к индустриальным паркам. То есть в тех замечаниях все требования уже подтверждены. Сам Южноуральский парк, индустриальный парк находится в городе Южноуральске в 90 километрах от Челябинска. Мы, там есть трасса М5, которая соединяет там Москву с Дальним Востоком через Челябинск. Дорога идет, аэропорт близко. То есть логистически это достаточно удобное место, учитывая, что мы поставляем во все страны мира, включая США, Великобританию, Саудовскую Аравию. Расположение достаточно удачно. Площадь территории сейчас к парку относится 43 гектара. Было 52, но в связи с этими изменениями нам пришлось корректировать одно из замечаний Минпромторга. То есть мы его скорректировали. В городе он находится на пересечении основных всех трасс, то есть практически его видно с федеральной трассы территории индустриального парка. То есть расположение в промышленной зоне города достаточно удобное. Концепция парка у нас сформировалась достаточно четко. Мы хотим в рамках этого парка на территории Челябинской области развить компетенции по созданию инновационного энергетического оборудования. То, что мы сейчас делаем и так, но в рамках отраслевой ассоциации, которая существует, мы можем эту историю развивать достаточно подробно. И предварительные переговоры с предприятиями в рамках ассоциации говорят, что они заинтересованы. И мы рассчитываем это сделать для Челябинской области в том числе. Ключевые клиенты, резиденты компании, это производители энергетического оборудования, в том числе, которые используют наши изделия для своих инновационных продуктов. У нас достаточно мощное кузнечно-прессовое производство, которое может поставлять заготовку и комплектующие для будущих резидентов парка. В литейное производство существует машина литья под давлением под алюминием с уникальными для России характеристиками. То есть мы эту продукцию можем в том числе поставлять резидентам парков. И предприятия Челябинской области, Южноуральска, мы считаем, будут достаточно интересны. В компании, в индустриальном парке уже существует испытательный центр с современными технологиями. Есть проект развития самого испытательного центра. Проводили переговоры с Росстандартом по аккредитации центра. То есть производителям, резидентам парка, производящим энергетическое оборудование, будет это очень полезно, интересно. И по себе знаем, что это достаточно важная и удобная позиция. Мы в своем индустриальном центре можем в том числе для иностранных, для поставки по ВЭДовским контрактам проводить эти испытания. Минпромтор подтвердил, мы это знали, мы проверяли. Уже есть подтверждение, что вся наша инфраструктура, она полностью соответствует всем требованиям индустриального парка. В этой части замечаний никаких нет. То есть есть запасы по электроэнергии, по железным дорогам, автомобильным дорогам, теплоснабжению. То есть все эти услуги мы можем предоставлять. Три якорных резидента уже у нас работают. Пока без статуса, конечно. Надеемся, в ближайшее время мы эту задачу решим. У нас есть уже подтвержденная готовность компании «Стройкерамика», которая делает материалы для гидроразрыва постов, участвовать в индустриальном парке резидентом. И в рамках, как я говорил, уже нашей отраслевой ассоциации, компании готовы размещать свои производства на территории индустриального парка Южно-Уральский. Здесь, я думаю, останавливаться не стоит. Подтверждения все есть. Всем требованиям, которые необходимы. По мерам поддержки мы сейчас и так все это делаем за свой счет. У нас сейчас есть планы по модернизации инфраструктуры. Я дальше покажу там на 160 миллионов рублей. Мы видим, что 831-е постановление вполне нам для этих задач подходит. Мы это и так бы сделали, но если есть возможность с помощью мер государственной поддержки это сделать, конечно, мы попретендуем по их получению. Здесь перечень именно тех мер, которые нужны для этих якорных резидентов, которые работают. Это те задачи, которые сейчас уже надо решать, чтобы они продолжали эффективнее функционировать. Соответственно, при приеме новых резидентов мы готовы будем дальше модернизировать инфраструктуру индустриального парка за свой счет или с привлечением мер поддержки государственных. Услуги различные, готовые оказывать, прорабатываем. Нет у нас сейчас какого-то четкого прайса, у нас такая задача не стоит. Свои от якорных резидентов цифры у нас не зафиксированы. Мы под текущей задачей можем управлять арендными ставками для якорных резидентов. По новым резидентам открыты к переговорам, к сотрудничеству, к обсуждению. Планируем вкладывать до 2025 года, по нашим оценкам, около 100 миллионов рублей в год именно в развитие инфраструктуры. И сейчас уже компания, управляющая компания зарабатывает порядка 290 миллионов рублей. Но за счет получения статуса официального и привлечения резидентов мы уже сможем... Задача стоит вывести выручку управляющей компании до 800 миллионов рублей с 2026 года. Тарифы на все коммунальные ресурсы крайне конкурентны для Южного Уральска. Ну и для того, что вчера мы видели. То есть у нас достаточно хорошие возможности по обеспечению ресурсами. Заинтересованность может быть высокая. Ну здесь цифры я уже говорил о том, что да, это из расчета, условно, начала февраля. Сейчас они будут меняться. Не вижу смысла сейчас на них подробно останавливаться. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. То есть мы уже приступаем к стадии, скорее, привлечения резидентов, работы с резидентами уже по конкретным вариантам их участия в индустриальном парке. Спасибо. Спасибо за доклад. Коллеги. Подскажите, пожалуйста, вот управляющая компания – это завод, да? Там производственная деятельность какая-то сохраняется? Нет. Просто название осталось, слово «завод». Нет. Управляющая компания называется «Электроаппаратный завод», но он никогда не вел производственную деятельность. Сейчас это юридическое лицо, на котором вся земля, оборудование и здание. А сам завод, те бренды, с которыми мы идем, «Еваис», они арендуют это оборудование и уже в рамках международного холдинга поставки идут и в Россию на первом месте, и в мире на втором мы находимся. Коллеги, два вопроса возникло. Первое – это все-таки по мере поддержки 831. Я понял, что вы все собираетесь реализовывать сами, но если есть возможность, да, примите. То есть постарайтесь поучаствовать в 831. Да, то есть вот если мы добьем вопрос и в течение ближайшего времени включаемся в реестр, то мы тогда уже будем готовиться к мерам 831. Просто в рамках вашего представления проекта, даже мероприятия, разбивки по мероприятиям на какое, что вы хотели бы, даже потенциально претендовать по этой мере господдержки. Ну, то есть здесь просто прописан перечень затрат общий? Есть конкретные, просто сейчас смысла обсуждать там, я не знаю, наверное, нету. Я убрал слайд, где у нас были конкретные мероприятия там прописаны. Ну, они такие очень специализированные инфраструктурного плана. Ну, коллеги, да, я единственное немножко отходил, включился, но на самом деле по пару парк-то понятен. У нас заявка, я думаю, что вы сейчас в ближайшее время по тем замечаниям... Леонид Владимирович, сегодня загрузим ее, последние 20-30 лет плана получили уже. Я могу сказать, это вот тот случай, когда заявка реально качественная, то есть у нас там замечания, которые мы написали, они там, ну, относительно они такие локальные были. Поэтому я уверен, что там в ближайшее время мы ваш парк-реестр включим. Но вот, как коллеги говорят, понятно, что есть в Челябинской области меры региональные, то есть, возможно, налоговые преференции вам интересны. Но тем не менее, учитывая, что вот есть инвестиционные затраты, которые вы планируете понести, наверняка какие-то еще в будущем будут, да, планы, то, ну, конечно, рассмотрите меры федеральные, в общем-то, готовы обсуждать их. И как только вы попадаете в реестр, да, вот мы тоже, наверное, ко всем коллегам присутствующим тоже обращусь, что, ну, с одной стороны, процедура, она, конечно, не самая простая, мы это понимаем, и объективно там еще, знаете, все зависит от того, какой масштаб парка. Бывают там парки, где там по 200 земельных участков, где там просто один объем документов, вот такое просто. Вот, но это же право получать все преференции, там, доступные претендовать на меры поддержки в течение пяти лет, поэтому как раз вот, ну, с коллеги говорили, что они там сейчас не готовы там озвучивать, мы там хотим такую субсидию, такую, но просто, да, там, попадая в реестр, вы, в принципе, уже там дальше полноценно участвуете во всех этих мерах. Просто, да, учитывая, что там 159 миллионов, то, что вот вы сейчас показали, ну, действительно, можно и, в общем-то, разные меры применять, да, в зависимости от источника средств, поэтому, ну, конечно, рекомендуем проработать. А так, я говорю, то, что касается реестра, в принципе, я там тоже, мы когда общались, да, там, буквально неделю-две назад, да, там, с вашими представителями, в принципе, вопросов-то особо нет по заявке, я говорю, вот сейчас догрузите, доработайте, мы оперативно досмотрим. И даже то, что есть, мы уже все, мы все закрыли. Еще один парк Челябинской области будет в реестре, одним будет больше. Я добавил бы, что для чего нам нужен этот инструмент, да, индустриальный парк, у нас же планы по развитию, мы хотим построить еще два завода, достаточно таких ключевых для нас, да, и для нас индустриальный парк – это один из инструментов ускорения развития. Это нисколько, там, не, сейчас текущая ситуация не ставит крест на развитие, это наоборот, нам помогает, там, новые возможности давать. И как ускорение развития нам это крайне важно и интересно, и я уже выразил благодарность за поддержку правительства. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Прошу выйти в промышленный технопарк «Бреслер». Прошу подготовиться, проект развития индустриального парка, химический парк «Тагил». Уважаемые коллеги, Уважаемые члены комиссии, представляю Проект создания промышленного технопарка под названием «Технопарк Бреслер». По основным показателям, это на базе имущественного комплекса бывшего советского времени завода, который относился к электронной промышленности, так называемый завод «Контакт». Ну, в настоящее время он полностью, да, не работоспособного состояния, там нет никакого оборудования. И изначально мы вообще год назад готовили этот проект немножко на другой площадке. Там были большие проблемы, в частности, не хватало объемов, прежде всего, земельного участка. И вот буквально в конце прошлого года у нас такая возможность появилась в рамках конкурсного производства. Мы выкупили весь этот имущественный комплекс. Но получилось так, что этот комплекс очень большим оказался. Мы со своими партнерами, нам пришлось объединиться, выкупить и оттуда расследить ровно столько оптимальной площади земельных участок, зданий, сооружений, коммуникаций. То, что нужно нам для самого там оптимального данных ситуаций, реализации именно нашего проекта. Как видите, площадь земельных участок 2,2 гектара. Полезная площадь зданий, сооружений около 15 тысяч квадратных метров. После реконструкции это будет чуть больше 16 тысяч квадратных метров. Расположен он в городе Чеблоксар, это столица Чувашской республики. Кстати, хочу отметить, Чеблоксар, он еще с советских времен является столицей релестроения. Ну, я поясню для остальных, кто не в теме энергетики. Это прежде всего аппаратура для релинной защиты, противоречной автоматики, автоматика, управление, распределение для электроэнергетических систем. Собственно, сам завод, или сам участок, он находится при въезде прямо со стороны, значит, со стороны, если Москвы ехать, через М7. Это практически первое здание за окончанием лесного комплекса при въезде в город. Ну, такая зеленая зона. Класс производства, это экологически чистое производство, высокотехнологичное, но емкое производство. И основные показатели транспортной доступности здесь приведены. Значит, ЖД, там, автодороги до центра административного и до аэропорта. Это расстояние около, плюс-минус около 10 километров. Ну, вообще говоря, я вот тут еще, у меня есть такая отдельная строка, невидимая. Для нас важнее этих показателей, поскольку все же наша продукция, она не такая громоздкая, для нее железная дорога вообще не нужна. Но очень важный параметр, о котором я хотел обратить внимание. Это совсем рядом, практически через 500 метров, Чувашский госуниверситет. Дело в том, что наш 30-летний опыт показал, с учетом нашей специфики, мы без кадров, какая бы нам поддержка ни была, мы ничего не сделаем. Мы за это время, совместно с нашими специалистами, при нашем участии в университете, создали, лицензировали нужную нам, очень нужную нам специальность. Это релейная защита и против аварийной автоматики. В настоящее время в обязательном порядке наша команда, ну, имея в виду наша команда, это в нашем активе 9 докторов и кандидатов наук. И в целом, вот по резидентам, потом я покажу, у нас количество работников с высшим образованием, это 70-80%. Такая у нас специфика. Соответственно, нужны постоянные кадры, этим мы занимаемся непрерывно, в обязательном порядке, лично я сам в приказном порядке заставляю, чтобы наши преподаватели, наши работники вели занятия в университете. Мы поставляем оборудование для оснащения лабораторий и, то есть, постоянную поддержку. И еще один момент, эта практика тоже последние 20 лет устоялась. Практически основной инженерно-технический состав – это выпускники, которых мы не просто учим в университете сами, мы еще их стажируем. То есть, у нас, начиная с третьего, а некоторые даже со второго, они обязательно по ученическому договору, у нас проходят стажировки, и мы с них требуем, чтобы у них получилось что-то вроде норматива часов, порядка полчаса, порядка полставки, иначе результата мы не получим. Я это показал, если из пяти, допустим, студентов таких к концу получения диплома останется один-два, а если три – это вообще отличный результат, другого пути у нас нет. Поэтому там у меня есть такая скрытая строка, 500 метров до Чувашского госуниверситета. Основная цель технопарка – это создание инфраструктуры для резидентов, чтобы обеспечить полный цикл, начиная от научно-исследовательских работ, оптно-конструкторских работ, от проектных работ, от привязки оборудования нашего производства или производства наших резидентов к объекту. Ну, разумеется, обеспечение производства, то есть обеспечить теми ключевыми элементами технологических цепочек, которые имеют перекрытие у остальных резидентов. Ну, максимально это соптимизировать. Ну, разумеется, соответствующая аккредитованная лаборатория, поскольку ее содержать каждому резиденту отдельно, это куда дороже относится. Ну, соответственно, остальная часть инфраструктуры, переговорные там, бизнес-инкубатор и так далее – это, само собой, разумеется. Ну, собственно, вы видите на плане, вот, как бы коричневым, наверное, можно назвать, это самая часть имущественного комплекса, который в виде зданий и сооружений, в том числе там есть и коммуникации, ну, кто там дотошно изучает цифры, ну, наверное, может сразу сделать замечание, что-то у вас слишком много электроэнергии и так далее. Ну, на самом деле, так я уже говорили, мы с партнерами взяли, вынуждены были взять, поскольку это единый лот был, весь имущественный комплекс, оттуда размежевали и выделили, но ключевые позиции – это лимиты на электроэнергии, на водоснабжение, ну и так далее. Там еще есть и газоснабжение, я его отдельной строкой не показываю, поскольку план реконструкции сейчас не входит. Мы их оставили именно за нами, за технопарком, чтобы мы могли владеть ситуацией. Ну, вообще говоря, мы надеемся, года через два, если обстановка на улице у нас экономическая станет намного лучше, у нас есть другие планы, но, наверное, сегодня разговор не об этом. Ну, собственно, здесь чисто такая визуальная иллюстрация, что мы хотим сделать. Ну, это, правда, выдержки из существующих лабораторий, там, конферензалов и так далее, наших резидентов. Ну, здесь очень красиво, значит, нарисовано. Ну, на самом деле, значит, даже есть в зале люди, которые были у нас и видели, как у нас тесно. Ну, на самом деле, наши резиденты сейчас, они работают практически с нарушением санитарных условий. У нас там меньше шести квадратных метров на одного работа с компьютером и так далее. Вынуждены хранить продукцию сейчас, которая не должна храниться под открытым небом в определенных навесах, временных там под брезентами и так далее. Поэтому мы этот проект рассчитывали запустить раньше. Ну, сейчас надеемся, что получится. Здесь расписаны наши четыре резидента. Мы здесь показываем таких якорных или основных резидентов, по которым у нас полностью изучены все моменты. Других малозначимых или полностью неопределенных резидентов я здесь не показываю, но в целом эти резиденты практически львиную долю всех ресурсов как раз будут использовать. И это мы для себя наметили до 30-го года. Если говорить по самих резидентах, да, это они работают в одной области, именно для электроэнергетики. Но там есть одно крупное разделение. Те, кто занимается так называемой первичкой, это силовое оборудование энергетическое, электротехническое, и те, кто называются так называемыми вторичкой. Это автоматика, защита, АСО, АСКО, АСО, ТП и так далее. Мы не просто их написали, не просто написали, что мы хотим получить. Мы детально изучили портфель заказов возможный. И отмечу, значительная часть, стратегическая часть выпускаемой продукции, она защищена более чем 20 патентами на изобретение и на полезные модели. Есть еще интересная продукция. У нас было, в частности, научно-производственное предприятие Бреслер, ряд неокров с крупными заказчиками. Для примера я приведу один такой неокр. С фотосетями он был у нас. Мы выиграли тендер, выиграли неокр. Но его название длинное, может быть, многим ни о чем не говорит. Это система полной компенсации, полной активной компенсации емкостных токов замыкания на земле в сетях 6, 10, 35 кВт. Но, тем не менее, я, вот чтобы всем было понятно, на пальцах объясню. В сетях 6, 10, 35 кВт по правилам эксплуатации, есть такой нормативный документ, ПУВ называется, его еще называют «Библией для энергетики», в целях повышения надежности электрострабжения допускается работа в режимах, когда одна фаза замкнута на землю. Именно это вот данный класс сетей 6, 10, 35 кВт. Но, допустим, один провод упал на землю, но больница не останется без электричества, там свиноферма будет работать, школа будет работать, а если это предприятие с непрерывным циклом производства, тем более это очень важно. Но там есть один нюанс. Упал этот провод, вот про это, наверное, почти все слышали. Шаговое напряжение. Если подойти к этому проводу близко, то, ну, как говорят там шутку, между ног появляется напряжение. То есть... Так, запутался, да? На большую кнопку кликните. То есть это смертельно опасное напряжение. Мы разработали активную систему компенсации, которая включает специальное оборудование электронное управляющее, потом специальный преобразователь-инвертор, нейтральный образующий трансформатор, долгостоящий реактор, который позволяет вот это шаговое напряжение уменьшить автоматически, моментально, до значения безопасного для жизни людей. То есть таким образом, вот такая задача решена. И этот нюанс выполнили. Уже прошло пять лет. Мы прошли опытную промышленную эксплуатацию. И один из наших резидентов готов эту продукцию уже тиражировать. И она не просто защищена патентом, защищена патентом хитрым образом. Поскольку мы разработчики, но заказчиками Росети, они патент оформляют на себе. Мы только авторы. И мы заключили с ним лицензионное соглашение. И по лицензионному соглашению будем это дело выполнять. И платить еще раз сетям роялти. Я быстро пройду. Ну, основные показатели здесь приведены. Поэтому, наверное, у вас будет возможность задать вопрос. Объем инвестиций первый год, 22-й год 430 миллионов. И второй год 440 миллионов. Первый этап – это реконструкция зданий и сооружений. Второй этап – это оснащение оборудования. Соответственно, распределение там инвестиций. Пироги здесь нарисованы. Рисунки понятны. Зададите вопрос, я отвечу. Здесь в целом объем инвестиций расписан по составляющим 870 миллионов рублей. Далее показаны стадии проведения проекта. И основные экономические показатели. Ну, если вы смотрите срок окупаемости 8-10 лет, я просто не посмел показать там 7,63 года. Мы просмотрели разные варианты. И на самом деле мы не можем это сказать, поскольку специфика работы такая. Наши заказчики – это Россети, Газпром, Транснефть. Это монстры, которые сейчас с нами работают только после оплаты. С ними по-другому невозможно, и мы от них отказаться не можем. И, соответственно, сильные эти годы будут зависеть от ставки рефинансирования, от тех процентов, по которым мы будем платить по кредитам. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Уважаемый Николай Самсонович, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, где вы указали потенциальных резидентов? Там идет НПП Брестлер и еще НПП Брестлер расшифрованный. Очень интересный вопрос. Я ждал этого вопроса. У нас было время, когда у нас украли один патент, начали производить продукции, а потом еще украли товарный знак, и появились там одна, вторая фирмы-двойники. Благополучно мы с ними все это побороли. На сегодня у нас товарный знак защищен в Роспатенте. По случаю кражи, скажем так, ноу-хау, мы одним из первых участвовали тогда еще в создавшемся суде по интеллектуальным правам, мы его выиграли. Ну, а след вот такой остался. Но я вообще-то к этому отношусь с благодарностью и говорю, спасибо большое вам, что вы попробовали украсть, и это подтвердило, что мы правильно работаем. Если у вас хотят украсть, значит, очень хорошо. Понятно. Еще вопрос. Вот смотрите. По объектам технологической инфраструктуры. Зачастую есть некая такая ошибка, что выступающие пытаются поразить экспертный совет обилием объектам технологической инфраструктуры. Обилием. Но при этом надо помнить, все-таки есть требование, что не менее двух объектов технологической инфраструктуры должны принадлежать управляющей компании, и она должна оказывать услуги. Вот из того перечня, который вы привели, вы сказали, что это объекты технологической инфраструктуры, которые принадлежат резидентам. Вот это идеологически неправильно. Нет, это я все понимаю. Мы сейчас будем, чтобы та же самая испытательная лаборатория, кредитована, да, чтобы она была, мы ее сейчас перекредитуем, да, поскольку на каждую все равно создавать, она будет у управляющей компании. Я просто хотел сказать, вот при любом раскладе вы нам должны будете очень четко показать, что эти за два объекта, там, испытательная лаборатория, еще что-то, вот прям четко назвать, что она делает, и какие услуги оказывают резидентам. Это первое. Второе. Если у вас действительно есть еще и резиденты, которые обладают своим, там, технологическим оборудованием и окажут какие-то услуги, да ради бога, да ради бога пусть будут. То есть, если они вам нужны, и они окажут какие-то услуги другим, никаких проблем нету. Вот чтобы было понимание, хорошо? Спасибо за замечание. Мы, пожалуй, еще будем к вам еще обращаться по иному рабочем порядке, чтобы вы нам вовремя подсказали правильно. Я понимаю, где-то надо правильно его оформить, где-то формально правильно все это было бы изображено. Да, это я все воспринимаю. Спасибо. Спасибо за доклад, спасибо за вопрос. Олега. Ну, я тогда пользуюсь случаем, позволю себе, вот там были аплодисменты, я их положу в свою копилку, поскольку через два дня будет юбилей научно-производственного предприятия «Брестлер» 30 лет. Спасибо. Прошу в защите индустриальный парк, химический парк «Тагил». Прошу подготовиться к проекту создания промышленного технопарка «Аш-2Ау». Прошу подготовиться к проекту создания технопарка «Аш-2Ау». Прошу подготовиться к проекту создания технопарка «Аш-2Ау». в сфере электронной промышленности «Волга». Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается рассмотрение проекта создания промышленного технопарка «Аш-2Ау» на территории города Дзержинск, Нижегородская область. Сначала вкратце о самом проекте. Сначала вкратце о самом проекте. Сначала вкратце о самом проекте. Остались крупные предприятия, появилось достаточно много стартапов, предприятий среднего класса. Соответственно, также появилось достаточно много лабораторий, на которые мы при создании технопарка и делаем основной акцент. Потому что из тех арендаторов, с которыми уже в настоящее время подписаны предварительные соглашения, это, как я сказал, четыре компании, это те компании, которые хотят именно разместить у нас свои лаборатории. Сам технопарк будет находиться в 15 километрах от ближайшего аэропорта и в 10 километрах от, собственно, субъекта Российской Федерации Нижнего Новгорода. Возможно, там будет разместить третий и четвертый класс опасностей. Ну, собственно, как я сказал, специализация промышленного технопарка предопределена, это химическая промышленность. Вот, ну и, как сказал, собственно, земельный участок из двух частей под технопарком и под парковочными местами. Также наш объект обеспечен всеми необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры, это электроснабжение, тепло, водоснабжение и водоотведение. Теперь к объектам технологической инфраструктуры, создаваемого промышленного технопарка. Дело в том, что, заключая предварительные соглашения с нашими арендаторами, потенциальными резидентами, соответственно, выясняли, проводили работу, выясняли потребность в тех или иных элементах инфраструктуры. Естественно, каждая компания захотела видеть то место, где она сможет презентовать свои материалы, где она сможет проводить встречи со своими как коллегами по технопарку, так и потенциальными партнерами. Поэтому конгрессно-выставочный зал в 540 квадратных метров явился одним из объектов. Следующим элементом, когда данные компании заявили, что они хотели бы именно в стенах технопарка разместить свои лаборатории и заниматься производственно-лабораторной деятельностью, а все, скажем так, офисные пространства разместить на базе бизнес-инкубатора, где могли бы арендовать для временного размещения своих сотрудников рабочие места. И, соответственно, также компании обратились к нам на предмет создания инновационно-технологического центра, который взял бы на себя работу по оказанию информационно-консультационных, юридических услуг, услуг по регистрации и так далее для этих компаний. Собственно, вот первые четыре компании, с которыми у нас на настоящий момент подписаны соглашения. Если обратимся к их основному виду деятельности, то все мы видим, что они так или иначе связаны с химической промышленностью. Это компании, конечным продуктом которого в настоящий момент будут являться синтетические смолы, антифризы, смазочные материалы, а также присадки к данным смазочным материалам. Соответственно, провели работу по анализу соответствия требований постановления 1863. Соответствуем из мер поддержки, как говорил, это 831 постановление правительства. И теперь несколько о деньгах. Вся, собственно, объем финансирования проекта составляет 940 миллионов рублей, из которых 140 миллионов рублей – это собственные средства, средства инвестора. И 800 миллионов рублей – это кредит, который рассчитываем получить. Одобрение, в общем-то, в ближайшее время еще остановимся это на дорожной карте. Вот, собственно, перечень агрегирован на перечень затрат на 940 миллионов, путем которых создаем данный технопарк. И дорожная карта. Собственно, в настоящий момент уже проектные изыскательские работы у нас закончены. Экспертиза проектной документации проходит, заканчивается в настоящее время, ожидаем положительное заключение экспертизы до 21 марта этого года. Также большое спасибо коллегам, с которыми удалось и вчера, и сегодня проконсультироваться. Благодаря этому рассчитываем на подачу документов в Минпромторг в марте этого года. И в апреле собираемся участвовать в конкурсном отборе по 831 постановлению. С апреля планируется выход на строительную площадку начала строительных и работ, завершение которых планируется в самом конце года. Собственно, предлагаем стандартный перечень услуг нашим арендаторам, тоже с ними проговариваться. Рассчитываем, что срок окупаемости данного объекта составит 10 лет. И теперь, как говорится, к основному показателю, хоть он и на последнем месте, но в то же время для города Дзержинск создается достаточно большой объем рабочих мест. Мы планируем, что уже к 2025 году это достигнет порядка 142 рабочих мест. И компании первоначально, когда делали презентацию, рассчитывали, что у нас к периоду ввода компаний будет 3-4 компании. Уже на сегодня, еще до ввода у нас уже подписано соглашение с 4 компаниями, еще 2 в ближайшее время будут подписаны. Поэтому, в принципе, рассчитываем, что уже в 2023 году у нас заполнение технопарка будет порядка 80-90%. Ну и, собственно, наша команда. Поэтому всем большое спасибо за внимание, за оказанные услуги по консультациям. Спасибо. Спасибо за доклад. Вас попросите вернуться к слайду, где вы указали услуги. Вот смотрите. И есть нестыковка. Да, вы абсолютно правильно сказали, что это некие стандартные услуги, которые были в шаблонах. Вот вам такой вопрос на засыпку. Смотрите. Вы указали три вида технологической инфраструктуры. Там конгрессный центр, бизнес-инкубатор, инновационно-технологический центр. А вот, ну-ка, покажите-ка мне в этих услугах, в этих услугах, которые написаны, те услуги, которые оказывает как раз вот этот инновационный центр. Просто моя подсказка, как-то странно. Ну, просто, знаете, для проверки. Берем приказ, смотрим, что такое инновационный технологический центр. Там написано, чем он занимается. Оказание финансовых услуг по коммерциализации. А здесь ни слова. То есть, смотрите, на это, пожалуйста, обратите внимание. Такого не может быть, что есть объекты инфраструктуры, а в услугах их нет. То есть, получается, какой-то подвох. Хорошо? Конечно. Обратите на это внимание. И, может быть, в первую очередь, даже вот это слово, стандартные услуги. Да, какие-то стандартные есть. Но тоже себе ответьте на вопрос. Назвали три объекта. Вот сюда пропишите эти услуги, чтобы эксперты понимали, что вы разобрались в том, за счет чего будет формироваться выручка управляющей компании. Хорошо? Хорошо, спасибо. У меня пара вопросов. Первый. Вот про управляшки. Мы увидели, что вы написали, что соответствуете. А потом я вспомнил, что вы на территории ОС находитесь. У вас управляшка как? Отдельная будет или управляшка? Отдельная, конечно. Все. Скажите, а имущественный комплекс тогда? Земля, имущество. Вы как это приобрели? Вы купили земельный участок на территории особой экономической зоны? Взяли в аренду? Нет, земельный участок у нас, как я говорил, 0,7 ГА, это находится в собственности под зданием. И 0,3 ГА находится в долгосрочной аренде более пяти лет. Это участок под парковку, который впоследствии будет тоже выкуплен. Вернее, в ближайшее время уже все договоренности есть. Я думаю, эта единственная техническая процедура займет порядка двух месяцев. Здесь небольшое уточнение. Сама площадка находится внутри особой экономической зоны? Внутри. Вот здесь у Алексея Николаевича как раз и был вопрос. Смотрите. Есть два термина. Есть резидент особой экономической зоны. Вы, вот ваша площадка, получила статус резидента? Да. Это не очень хорошо. Такого не может быть. Да, это плохо. Давайте так. Сейчас, Алексей Николаевич, просто это долго расскажет механизм. Вас попрошу, вы с Алексеем Николаевичем переговорите. Получая статус резидента, невозможно будет там создать объект под названием промышленный технопарк. Там другой юридический механизм. Вот сядьте, поговорите. Потому что резидент особой экономической зоны, он не вправе сдавать в аренду. Поэтому вы поговорите, вам расскажут, как правильно это сделать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Еще коллеги вопросы есть? Спасибо за доклад. Спасибо большое. Приглашается в защите проект технопарка в сфере электронной промышленности «Волга». Прошу подготовиться проект технопарка «Сатест». Добрый день, коллеги. Хотел бы поблагодарить участников за возможность презентовать проект технопарка «Волга» и получить обратную связь по проекту. Почему выбрана локация в Нижегородской области и непосредственно рядом с городом Нижним Новгородом – это город Бор? Потому что сейчас уже есть компетенции и компании, которые занимаются электронной промышленностью. То есть Нижегородская область является одним из центров промышленности, это Российская Федерация. Город Бор – это город спутник, который входит в Нижегородскую агломерацию. То есть, чтобы было понимание, между Нижним Новгородом и городом Бор просто функционирует, например, канатная дорога. То есть можно за буквально 15 минут доехать от Нижнего Новгорода и оказаться в центре Бора. Соответственно, технопарк располагается на площадях Борского стекольного завода. Но могу сказать, что с Борским стекольным заводом это никак не связано. То есть я имею в виду управляющая компания именно нацелена на то, чтобы создать и управлять технопарком в сфере электронной промышленности. И уже сейчас есть договоренности с резидентами. Я сейчас провистаю, чтобы вы посмотрели, какие это будут компании. Но планируется на данный момент по резидентам ставить технопарка. Все эти компании, и с кем мы с вами еще ведем переговоры, они, соответственно, требуют для себя этот центр обработки данных и чистой комнаты для того, чтобы, ну, то есть все проекты, которые связаны с электронной промышленностью, они практически завязаны на вот этих объектах технологической инфраструктуры. Дальше хотел бы обратить внимание на то, что затраты управляющей компании и, в принципе, как бы субсидии, которые мы планируем получить, она не направлена на строительство, возведение зданий или реконструкцию. То есть все это будет направлено на оборудование коллективного пользования. Пояснить хотел бы это, потому что оборудование коллективного пользования, оборудование, которое вообще, в принципе, используется в электронной промышленности, это очень дорогостоящее оборудование. И компании, которые до этого видели, там показывало, как резидентов потенциальных, ну, то есть и то, что планирует размещаться. То есть они, соответственно, ведут уже свою деятельность для того, чтобы разрабатывать новые продукты или отрабатывать какие-то там технологии, которые надо, то есть, опробовать. Ну, то есть не факт, что она пойдет, эта технология, но надо попробовать что-то сделать для того, чтобы получить ответ. Соответственно, требуется в оборудовании вот те объекты технологической инфраструктуры, которые указаны. Каждый по отдельности эта компания не имеет смысла приобретать, потому что это будет загружено не всегда. Вот. И, ну, затраты финансовые большие для каждого отдельного резидента. А так как мы, получается, ну, как бы кооперируемся, то, соответственно, и загрузка подразумевается, ну, то есть, условно, там, 24 на 7. И отдача, ну, то есть, приобретенного оборудования будет намного эффективнее. По финансовым вопросам, ну, то есть, мы считали тоже, ну, соответственно, смотрели, но так как сейчас определенные события происходят, то, ну, там, курсы и покупка оборудования, ну, то есть, я сейчас пока не могу назвать. Да, то есть, мы планируем использовать субсидию, которую предоставляет государство, которое планируется. Это, то есть, максимально. То есть, это 900 миллионов рублей на три года. Соответственно, ну, свои собственные средства управляющая компания тоже вносит. Это будет внесено, соответственно, средств региона. И средства резидентов, они будут как? Ну, то есть, они тоже будут учитываться, ну, соответственно, и резиденты, которые будут приобретать оборудование, которое им будет какое-то уникальное, нужно, да, то есть, и которое будет располагаться на площадке технопарка. Оно тоже будет, скажем так, передаваться в коллективное пользование. Ну, то есть, для того, чтобы, ну, соседи резиденты могли тоже его использовать. По аккредитации управляющей компании мы сейчас готовим документы для того, чтобы, соответственно, получить статус технопарка и управляющей компании по постановлению 1863. И после этого мы планируем подать документы на участие в конкурсе по проекту поддержки технопарка в сфере электронной промышленности. Реализация проекта, ну, направлена, то есть, на долгосрочный период, это там 10 лет, соответственно, но введение в эксплуатацию оборудования коллективного пользования – это 2023 год, то есть, начало, вот, первого кварта 2023 года. Коллеги, у меня все, если какие-то вопросы есть, я буду признателен, ну, то есть, как бы, за комментарии и спасибо. Позволите? Да, конечно. Смотрите, на самом деле у этого проекта есть некие там критические точки, которые вы должны обозначать. Наверное, экспертам будет очень интересно услышать, какие все-таки два, а потом и три проекта вы реализуете по освоению, радиоэлектронных технологий. Просто нигде презентации это не было, а это ключевое. Вот это первый вопрос. Принято. Вы смотрите, мы сейчас прорабатываем как раз с резидентами, с нашими, с потенциальными, потому что мы понимаем, что эти, ну, то есть, минимум два, если не ошибаюсь… До 26-го года. Да, то есть, должны быть, ну, то есть, организованы и произведены на территории технопарных. Давайте так, если сейчас не готовы ответить, то вот первая наша рекомендация. Мы сейчас, да, мы сейчас не готовы, потому что просто прорабатываем этот вопрос еще с резидентами. То есть, когда мы будем подавать документы, это однозначно, то есть, будут указаны. То есть, первая просьба, это, конечно, четко и внятно сказать, что, уважаемые коллеги, вот будут такие-то две технологии до 26-го, вот такие три до 30-го. Это первое. Второе. Что меня еще немножко смутило. Вы указали в резидентах Российский ядерный центр. Вот кто знает расшифровку этой аббревиатуры, он сильно удивится, потому что они уж точно к вам не переедут. Мы не говорим о переезде, Андрей Викторович. То есть, мы говорим о том, что часть технологий, которые, ну, то есть, ну, там, используются, скажем так, да, то есть, можно будет, ну, использовать как вариант на площадях, ну, технопарк. Смотрите, здесь просьба, здесь незадача пыль пустить в глаза. Эксперты будут принимать решения, они тоже все грамотные, все-все понимают. Первое, четко, назовите нам те юридические лица, которые там будут. Указывать федеральный ядерный центр можно, но рассказывать, что вы с ними сотрудничаете, что какие-то, там давно существует программа коммерциализации инновационных разработок внутри федерального ядерного центра. Никаких проблем. Но здесь главное не ввести людей в заблуждение. Далее. Еще, что меня немножко смутило. Вот вы очень хорошо указали объекты технологической инфраструктуры. Все предельно понятно. Но затем сказали какую-то странную для меня фразу, что резиденты будут приходить со своим оборудованием, и это оборудование будет коллективного пользования. Вот, наверное, чисто технически все можно делать. И никто вам не запрещает. Но нам-то зачем вы это рассказываете? Это никак не ложится, ну, в жест. Смотрите, я сейчас в данном случае формалист. Я вас понял. Пожалуйста, если к вам приходит резидент, и вы там разрешаете, они будут разрешать кому-то пользоваться, пусть нам это неинтересно сейчас. Мы хотим убедиться, что вы соответствуете требованиям, требованиям, установленным правительством Российской Федерации. Так вот там такого требования, что резидент приходит, вы у него забираете оборудование, и все, кто хочет, пользуются, там такого нет. Хорошо? Хорошо, я понял. Спасибо за вопрос. Коллеги. К сожалению, но тоже вернулся, к сожалению, рабочий день никуда не девается. Я просто хочу уточнить, ну, с точки зрения меры поддержки, да, почему именно эту форму выбрали. То есть изначально, да, там планировалось технопарк, ну, соответственно, создавать для предприятий электроники. Или там вы, в принципе, такую задачу не ставили для себя изначально, но там, в принципе, узнав про меру поддержки такую, да, там, ну, посчитали ее там наиболее интересной, просто вот логика проекта. Компании, которые занимаются, ну, соответственно, резиденты технопарк, они уже являются компаниями, которые в сфере электронной промышленности. И, соответственно, так как сейчас от государства планируется, ну, то есть меры поддержки в адрес электронной промышленности, то мы, соответственно, как бы, ну, решили воспользоваться это в рамках того, чтобы собрать резидентов, ну, как бы полурезидентов и закупить то же самое оборудование. Я понял. Ну, опять же, я говорю, вот я, если уже там вы это говорили, просьба просто повториться, потому что, говорю, что под самый конец ваше выступление подошел, какая сейчас стадия проекта? То есть это же не Гринфилд, это… Это Браунфилд, да, то есть это, смотрите, это готовые объекты уже есть, ну, то есть которые на, ну, которые заявляются как объект, ну, то есть технопарк. Это земельные участки, это объекты недвижимости. Сейчас мы, соответственно, вот подготавливаем документы в Минпромторг для того, чтобы получить статус управляющей компании, и параллельно вместе с этим мы, соответственно, ведем работу с резидентами для того, чтобы ответить на те вопросы, которые Андрей Викторович тоже озвучил, ну, то есть, соответственно, обозначить конкретные уже те технологии, продукты, которые будут произведены, ну, то есть в рамках постановления правительства, которые мы должны выполнить, и, ну, как бы мы планируем это все сделать в 2022 году. Ну, то есть вот в участии принять в конкурсе. С точки зрения, ну, инвестиционного проекта, из чего он состоит, это реконструкция, это новое строительство, оборудование. Это основная масса, там, 90%, даже больше, наверное, это приобретение оборудования коллективного пользования. Ну, то есть, это вот не стройка. Нет, это просто центр, ну, то есть, это центр обработки данных и чистой комнаты, это одни из объектов инфраструктуры. Оборудование, вот мы сейчас как раз и согласовываем, ну, то есть, с резидентами, потому что компании разные. Оборудование, которое, соответственно, будет использоваться компаниями, которые, ну, то есть, производят свои продукты дополнительно к чистой комнате и к центру обработки данных, чтобы, ну, то есть, не меньше, чем один резидент, соответственно, мог пользоваться этим оборудованием. Давайте, да, тут вопрос важный, потому что, видите, у нас с точки зрения реализации проекта промышленного технопарка, да, безусловно, есть такая вот капитальная составляющая, да, то есть, это инфраструктура коммунальная, это здание, там, строительство, реконструкция, понятно. И второе, это возможность за счет средств господдержки, в том числе, приобрести оборудование технологической инфраструктуры промо-технопарка. Вот если мы говорим про вот эту меру технопарка электронной промышленности, это мера, в общем-то, на стыке, там, мер поддержки технопарков и отраслевых мер, потому что, понимаете, если, там, мы обсуждаем другие меры, вот, которые сегодня звучали, там, ну, по Минпрому, там, 1119, 831, нам, в общем-то, ну, в каком-то смысле все равно, какие там будут резиденты по отраслевому признаку. Ну, то есть, как бы для нас это важно, безусловно, чтобы управляющая компания понимала, кого она там разместит, но нам не важно, будет это резидентом сферы, там, не знаю, там, металлообработки, машиностроения, электроники, химии и так далее. То есть, в этом плане мера абсолютно универсальная, и мы просто, по сути, там, оцениваем риски, ну, что есть резиденты или нет. А вот эта мера, почему я и задал этот вопрос, почему вы именно на нее нацеливаетесь, да, потому что там нет цели, там, купить оборудование или построить здания какие-то, там, задачи, это же даже другая госпрограмма будет. Там задача, по сути, почему вообще эта мера родилась, там, на стыке нашего департамента и департамента электронной промышленности, она родилась, потому что в рамках программы по электронике, ну, там, большие средства выделяются, там, на неокры, да, на, там, ну, различные специальные механизмы, но отдельная есть потребность в как раз инфраструктуре, которая необходима для разработки, прототипирования, освоения производства продукции. То есть, как бы, в понимании вот наших коллег из электронного департамента, они чаще всего говорят про, как раз, прототипирование плат и говорят про, ну, соответственно, там, мокрое, да, изготовление опытных партий. Они мы с вами об этом говорим. Да, совершенно верно, система, там, автоматизированное проектирование и так далее. Просто, и, соответственно, рассматривая проект по электронным технопаркам, ну, мы должны понимать, что это та инфраструктура, без которой невозможна разработка и именно освоение производства новой продукции высокотехнологичной. И, соответственно, когда вы говорите, что мы хотим по этой мере, там, купить какое-нибудь оборудование, которое будет использовать два или более резидентов, но это не отвечает на вопрос, почему у государства будет необходимость поддерживать такой проект с точки зрения решения задачи разработки, освоения производства именно новой электронной продукции, которая вот по продуктовым направлениям включена в стратегию электронной промышленности. И учитывая, что если вы говорите, что в этом проекте капиталки как таковой особо нет, то есть, ну, я имею в виду, что нет именно необходимости, да, там, реконструировать что-то и так далее, то, ну, здесь, в общем-то, и оценивать особо нечего, кроме этого оборудования. И, ну, в общем-то, если вопрос стоит в том, чтобы там сократить издержки резидентов на производство, переложив инвестиционную составляющую по оборудованию на управляющую компанию, и там на это привлечь субсидию, ну, это очень сомнительный проект будет. То есть, без ответа, вот вопрос, который Александр Викторович поднял, да, без ответа на вопрос, какую конкретно продукцию высокотехнологичную, соответствующую вот этим адресовым направлениям, стратегии, там, несколько десятков, да, какую продукцию необходимо, точнее, позволит, да, там, разработать и освоить производство данный проект технопарка и доказать, что именно это оборудование, оно будет использоваться на стадии разработки, там, опытных партий, но не удешевлять резидентам серийное производство за счет этого. Вот это надо будет все доказать, и причем доказывать это очень профессионально, потому что мы, как будет отбор строиться, то есть, да, наш департамент там на себя берет вещи, связанные с, ну, оболочкой технопарка, то есть, что это реестр, да, что это там ПСД готовые, ну и так далее. Я бы сказал, что решающее слово с точки зрения отбора конкретных проектов будет за департаментом электронной промышленности, потому что, еще раз, целевая задача, там, не просто построить, там, еще 10 тысяч квадратных метров или, там, реконструировать, это можно, там, по 11-19 зайти, по 831 и так далее. А целевая задача в достаточно сжатые сроки как раз разработать и вывести на рынок вот ту продукцию, которая как раз с учетом, там, санкционного давления, там, сроки еще сильнее сократятся. И просто без ответа, еще раз говорю, профессионального на этот вопрос, потому что, коллеги-то, понимаете, я-то с точки зрения электронной промышленности дилетант, я, конечно, там могу, наверное, там, какие-то термины использовать, там, сколько свое в печатной плате, там, или техпроцесс, я что-то слышал об этом, конечно, но здесь, как бы, коллеги-отраслевики, они совершенно другие будут вопросы, создавать и уходить в глубину сильно. И поэтому пока, конечно, здесь что-то сказать определенно очень трудно, кроме того, что, там, ну, вроде какое-то оборудование нужно. Вот вы на это обратите внимание, потому что, если все-таки на этот вопрос ответа нет, то я бы рекомендовал, может быть, этот проект структурировать под другие меры, потому что нам же никто не запрещает технопарки в электронике поддерживать и по другой мере поддержки, где просто не будет вот такой остро, так остро стоять вопрос, какую продукцию инновационную, высокотехнологичную резидент освоит в кратчайший срок благодаря вот этой субсидии. А это основной эффект. Спасибо большое за обратную связь. Мы обязательно подготовим информацию, ну, то есть и для себя, и я имею в виду, и сформулируем обязательно, то есть какие конкретные будут продукты выпущены и какое технологическое оборудование для этого вам понадобится. Огромное спасибо за то, что вы предоставили подробный комментарий по проекту. Вот именно этого мы и ждали. Спасибо. Спасибо. Прошу в защите технопарк Softest. Прошу подготовиться технопарк Excel. Уважаемые эксперты, уважаемые коллеги. Ваше внимание представляется информация о промышленном технопарке Softest в сфере радиоэлектронной промышленности. Проект реализуется на территории Курской области. Основная информация представлена на презентации. Я же хотел в своем докладе коснуться о результатах работы по парку в части периода реализации методической программы Минпромторга «Лидеры развития инфраструктуры» и периода после данной программы. Наша работа была сконцентрирована на подготовке документов по парку, формировании пула резидентов, определении перечня оборудования услуг, реализуемых объектами метод технологической инфраструктуры для резидентов парка в части и в дальнейшей реализации их инвестиционных проектов. Ну и, конечно, определение проектов и резидентов в части их соответствия стратегии развития электронной промышленности. Коротко по данному слайду. Площадь территории сейчас 2,4 гектара. Общий периметр парка включены 4 земельных участка. На них расположены 3 производственных помещения. Общая площадь 6158 квадратных метров. В рамках проекта предполагается строительство еще одного объекта технологической инфраструктуры инженерингового центра площадью 5000 квадратов. Итого общая площадь технопарка превысит 10 тысяч квадратных метров. Также предполагается строительство водоснабжения и водоотведения. Коротко по основным целям проекта. Это создание в регионе промышленной инфраструктуры для развития малого и среднего высокотехнологичного бизнеса. Формирование экосистемы для взращивания новых высокотехнологичных бизнесов. Повышение инвест-привлекательности региона. Создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Повышение налоговых отчислений в бюджетной системе. Проект предполагается реализовать в областном центре Курской области, в городе Курске. Промышленный парк располагается прямо на территории города Курска. Рядом расположен жилой комплекс, строящийся и уже действующий жилой комплекс северный. То есть парк будет обеспечен высококомпенсированными рабочими кадрами. Также территория парка, площадка парка характеризуется с высокой транспортной доступностью. На территории города располагается ряд крупных вузов и специальных профессиональных учреждений. По специализации парка. Основные это разработка радиоэлектронный продукт с аппаратурой различного назначения, разработка специального технологического оборудования для производства электроники, разработка решений для водородной энергетики, разработка радиоэлектронных изделий различного назначения, разработка систем телеметрии и управления АИОТ «Умный город», разработка медприборов. Более подробно об этом я еще скажу. Как я уже сказал, в конфигурацию парков входят пять действующих зданий для размещения резидентов, в которых размещаются два объекта технологической инфраструктуры. Это центры коллективного пользования оборудованием и чистые комнаты. Также предполагается строительство нового объекта технологической инфраструктуры. Площадка характеризуется наличием всей действующих мощностей по инфраструктуре, за исключением водоснабжения и водоотведения. Эти сети в стадии проработки. Так, уважаемые коллеги, особое внимание удивляется работе по объектам технологической инфраструктуры, их оснащению, определению направлений деятельности в целях реализации резидентами своих проектов и, соответственно, разработке необходимых технологий, соответствующих стратегии развития электронной промышленности. В парке уже сформирован центры коллективного пользования оборудованием, позволяющие вести разработки и осуществлять промышленное производство радиоэлектронной продукции. В частности, в центре размещен комплекс оборудования, позволяющий осуществлять автоматизированную сборку печатных узлов из ряда линий. Их перечислять для сокращения времени не буду. Также на территории парка функционируют чистые помещения для разработки, производства и корпусирования прототипов MEMS-устройств, микроэлектромеханических систем, а также микросхем и сверхъярких светодиодов по различным технологиям. Чистая комната освещена плазменной очисткой, монтажем кристаллов, разваркой проволоки. Также на территории технопарка находится оборудованный центр неразрушающего контроля. Как я уже сказал, основным в нашей работе это было соединение резидентов и их проектов продуктов с направленностью технопарка и стратегии развития. Коротко об этом. Один из действующих резидентов – компания УОСА «Тесттехно». Деятельность предприятия в технопарке направлена на разработку и производство электронного измерительного оборудования, светодиодного осветительного оборудования, специализированных систем хранения электронных компонентов. Компания «Промоиндустрия Плюс». На условиях аутсорсинга шляет работы по металлообработке, высокоточной металлообработке и изготовлению комплектующих. Компания «Парамерус». Данное малоинновационное предприятие в рамках технопарка предполагает осуществлять разработку и производство источников питания, разработку и производство импульсных генераторов низковольтных источников питания. Компания «Технопост». Планами предприятия предусмотрена разработка и производство датчиков температуры и влажности, а также систем контроля задымления помещений на объектах. Хочу от и компании «МНТЦ» осуществлять деятельность в сфере электроники и электронного материаловведения. Хочу заметить, что администрация города, области в рамках методической программы «Лидеры развития инфраструктуры» активно включилась в работу в части взаимодействия с потенциальными малыми предприятиями, предприятиями радиоэлектрониками, вузами для обеспечения работы парка. Такая работа, конечно, будет продолжена. Она на контроле у губернатора. На данном слайде представлена информация о заинтересованности резидентов в конкретных работах и услугах объектов технологической инфраструктуры промпарков. В частности, предприятие «Савтесттехно» будет пользоваться услугами всей технологической инфраструктуры, в том числе инжиниринговым центром для прототипирования, тестирования и испытаний разработанных изделий, центром коллективного пользования для сборки промышленных образцов и мелкосерийной сборки изделий. В чистых комнатах предполагается производство продуктивов MEMS-устройств и микросхем по технологиям корпусирования СВК-система в корпусе с использованием различных технологий присоединения. Стратегия развития технопарка и его резидентов синхронизирована со стратегией развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. В частности, по ключевому направлению средства производства планируется разрабатывать и производить контрольно-измерительное оборудование и оснастку для контроля функционирования и измерения параметров микросхем электронных компонентных полупроводниковых приборов. К примеру, это будут изделия тестера микросхем и полупроводниковых пластин, а также специализированная оснастка. По ключевому направлению научно-техническое развитие планируется промышленно освоить технологии создания и производства цифровой электроники, в том числе технологии производства электронной компонентной базы, процессы, резки, полировки, шлифовки пластин, монтажа кристаллов, разварки кристаллов, корпусирования и других процессов, а также технологии изготовления пластиковых корпусов. В целом, промышленный технопарк и созданная управляющая компания соответствуют основным требованиям постановления правительства 1863. По проекту предполагается строительство инженерного центра площадью 5000 квадратов, закупка и оснащение оборудованием данного центра для прототипирования, тестирования и испытаний микроэлектронных изделий, разрабатываемых резидентами. Также будет осуществляться строительство системы водоснабжения и водоотведения. В качестве меры господдержки предполагается субсидия для промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. Общая стоимость работ по проекту превышает 500 миллионов рублей, из них 375 миллионов – это строительство и оснащение инженерингового центра. На этих цифрах и на цифрах по бизнес-модели долго останавливаться не буду. Это цифры на период начала февраля. Сейчас они, конечно, будут корректироваться. В целом реализация проекта предполагается в 2022-2023 году. Эксплуатация, эксплуатационная стадия со второго полугодия 2023 года. И буквально точечно предложение от нашей команды. Она на экране. Не все могли выехать здесь с рядом обстоятельств должностными. Уважаемые коллеги, сейчас регион активно включен в работу, но в части разработки нормативной правовой базы, соответствующей региональной, по проведению порядка отбора в сфере электронной промышленности, мы, конечно, из проведения собственного конкурсного отбора, мы остановлены. Мы хотели бы, конечно, просить ускорить принятие на федеральном уровне соответствующего порядка. Некий проект нами подготовлен на основе тех данных, тех проектов нормативной базы федерального уровня. Но, конечно, и об объемах финансирования, что требует от нас губернатор, и, собственно, утверждение порядка мы не можем до принятия соответствующего федерального НПА. Просим это дело ускорить. Единственная просьба еще, конечно, мы понимаем, что ключевым требованием к промпаркам в сфере электронной промышленности является их соответствие количества и соответствие технологиям, разрабатываемыми резидентами стратегии развития радиоэлектронной промышленности. Это, безусловно, должно оставаться. Но остальные параметры в части площади, в части количества рабочих мест, я думаю, в данных условиях возможно пересмотреть в сторону снижения. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Ну, смотрите, тоже стандартно вопрос. Покажите три технологии. У вас их было много. Вот первый вопрос. Три технологии, которые вы должны освоить. Предлагаю прокомментируют представители управляющей компании. А вот сейчас до комментариев. До комментариев просто будет легче, может быть, отвечать. Меня интересует, откуда вы взяли эти технологии. Нет, я понимаю, что вы этим занимаетесь. Но мне вот такой каверсный вопрос. Откуда вы их вычленили? С какого документа? Мы в соответствии со стратегией... Ну, я сейчас просто наговариваю, чтобы вам было легче отвечать. Хорошо? Конкретно по мерам сейчас ответит Сергей Сергеевич Меншин, представитель управляющей компании. По технологиям, не по мерам. А так они, конечно, синхронизированы со стратегией развития радиоэлектронной промышленности до 30-го года. Добрый день, уважаемые коллеги. В стратегии развития радиоэлектронной промышленности четко обозначены приоритетные стратегии, которые будут поддерживаться и развиваться в Российской Федерации. На сегодняшний день наша компания уже... Так совпало просто, что мы в данной отрасли вели разработки с 2000-го года. И на сегодняшний день мы уже обладаем оборудованием, которое уже находится и в реестрах радиоэлектронной продукции, и в реестре продуктов, произведенных на территории Российской Федерации по 619-го постановления. И технологии производства этих приборов, они входят в эту стратегию. То есть, учитывая развитие и наших разработок, и, в общем-то, стратегии, с ними полностью совпадают. Значит, что еще хотелось бы сказать? Что помимо, допустим, вот этих разработок, мы сейчас активно используем субсидирование Минпромторга, именно то, которое выделяет Департамент радиоэлектронной промышленности, в разработке новых приборов, которые тоже соответствуют вот этой технологии. То есть мы завязаны на эту технологию, чисто вот наш бизнес такой. Смотрите, это понятно, и молодцы, и вам спасибо. Но давайте я займусь формалистикой, ладно? Все-таки две технологии, раз покажите, третью покажите, которая будет 30-го. Вот первый вопрос. Ну, первая технология, которая уже есть, это вот... Ну, давайте тогда, вот тогда просьба. Это очень четко. Вот здесь нельзя размываться. Например, мы должны написать, 26-й год. Первая технология с военнее производства, там, кремниевой подложки, например. Да? Все должно быть слово в слово из стратегии, согласованной с Департаментом. Хорошо? Это очень важно. Ну, вот так как у нас, как бы, тоже встречное предложение, да? Чтобы более детально было прописано, как эта технология будет проверяться, то, что мы реально... Отвечу. Смотрите, никаких проблем. Департамент, радиоэлектронная промышленность, он полностью, ну, что называется, с протянутыми объятиями. Давайте, приезжайте, они с удовольствием с вами встретятся, все расскажут. Это, смотрите, здесь нет задачи вас запутать. Они прямо все распростерты, объятия, говорить, что надо. Все, точка. Да, вот и мы тоже просили бы, это очень действительно важно, чтобы это было вот очень конкретно написано. Потому что, так как сейчас объясняют, мы все больше и больше слышим, что продукты, технология, по которой продукты, продукты изготовленные по этой технологии должны быть внесены в реестр, да? А если эта технология не предполагает конечного продукта, это просто услуга, как ее тогда... Когда вы готовы поговорить на эту тему профессионально, скажите. В любое удобное время. Пожалуйста, давайте мы с ними созвонимся, попросим именно ответить на этот вопрос. Просто когда я задаю этот вопрос, мне говорят, что, в принципе, ну, здесь уже все настолько расписано, разрегламентировано. Поэтому, если это не так, давайте. Они готовы. Хорошая платформа будет 24 марта. Департамент радиоэлектронной промышленности будет проводить форум Московской области. Можно там поговорить. Зачем вам тянуть? Это пусть они проводят. Если вы планируете в этом году участвовать в конкурсном отборе... Ну, вот я тоже хочу коснуться немножко этого. Смотрите, мы готовы участвовать, да? То есть, ну, хочу вам такую вот... На сегодняшний день радиоэлектронная отрасль получилась не в самом лучшем состоянии. У нас присутствует. Оборудование, которое мы используем, к сожалению, технологии, которые мы используем на данном этапе, они, конечно, в большей степени импортные. Оборудование, которое... Вот здесь на нашей презентации были цифры. Понятное дело, что это уже совсем не актуально. То есть, мы можем говорить о вот этих цифрах, которые здесь на презентации показаны, только о строительной части, да, о стенах. Но стены – это не главное. Главное то, что будет наполнять. И вот сейчас именно действительно проект на самом деле в очень затруднительном положении, потому что аналоги – это оборудование, которое мы хотели закупить, к сожалению, в Азии, ну, не представляется. Это первая такая очень большая угроза этого проекта. Вот. Ну, вторая тоже мы там предлагаем, учитывая ситуацию, да, что рассмотреть вопрос, наверное, может быть доступ к деньгам, вот именно технопарков в сфере радиоэлектронной отрасли, не после аккредитации, допустим, а, допустим, получить аккредитацию, то есть получить деньги и взять обязательство войти в реестр, допустим, по окончании. Коллеги обсуждали это, но я могу только повториться. Но давайте мы федеральный закон перепишем, тогда скажем, что можно вообще требования отменить. Но, вы знаете, логика сейчас такая, что мы даже в некоторых случаях, вот даже конкретно, если про эту меру говорить, мы, еще раз говорю, мы когда писали проект постановления, мы задумывались, да, то есть, да, действительно, мы там сейчас ее запускаем, и кто-то не успеет в реестр войти до отбора. Окей, хорошо. Мы даже прописали, хотя мы этого очень не любим, на самом деле, потому что вот эти гарантийные письма, сколько случаев, когда написали гарантийное письмо, потом разбирайся, что с этим делать, когда что-то не получилось. Потому что это расслабляет очень сильно, расхолаживает. Так вот, мы даже включили такую историю, что да, там в реестр можно включиться и после того, как подались на отбор. Просто, ну, вы говорите, ну, а давайте через пять лет включаться в реестр после того, как деньги дали. Ну, просто смысл. Это, в принципе, прямое нарушение требований федерального закона, из которого следует, что меры поддержки индустриальным паркам, промо-технопаркам оказываются в случае соответствия федеральным требованиям. Вот, поэтому, понимаете, эти требования, они сформулированы, исходя из того, что же из себя представляет этот объект. Поэтому, честно говоря, вот это вот как-то, ну, не, ну, мы, конечно, обсуждать что угодно можем, но я бы не стал это сейчас там серьезно обсуждать. То, что касается вот вопроса относительно, там, попадает или не попадает перечень технологий или продуктов, которые вы планируете, да, конечно, давайте обсуждать. Опять же, я вот как на предыдущем выступлении говорил, это, конечно, в первую очередь нам надо коллег позвать из электронного радиоэлектронного департамента, потому что это вот их сфера ответственности. То есть, если вы нам там направите предметный перечень этих продуктов, да, технологий, там, опишите нужным языком, ну, конечно, мы с коллегами оперативно там отработаем, подключим их. А вот вопрос там относительно, можно ли потом войти в реестр, ну, против этого. Потому что, еще раз говорю, мы, это просто приведет, вот такие истории приведут к бесконтрольному финансированию проектов, которые впоследствии просто не войдут в реестр, и потом здесь даже, учитывая формат межбюджетный, который был выбран, ну, это потом просто, ну, к чему это приводит? Ну, нам там контрольные органы напишут, вроде как должны были войти в реестр, они вошли, или мы даже сами это даже не будем дожидаться, когда придет там счетная палата, потому что мы сами все видим и понимаем. Мы выставим требования субъекта Российской Федерации, а давайте теперь эти деньги верните из бюджета. А бюджет дефицитный, и где их взять? А субъект Российской Федерации будет судиться потом с инвестором, потому что у него выхода не будет иного. И вот для того, чтобы вот этих всех историй, я просто, ну, честно говоря, не хочу в это уходить, да, и у нас вроде, знаете, каждый раз, когда вот мы в эти истории, в эти дискуссии влезаем, да, там, а вот зачем эти требования, может быть, как-то можно их обойти, ну, вот это вот к чему будет приводить. И вот не хотелось бы, поэтому моя рекомендация очень простая, учитывая, что этот проект уже там не первый год вы прорабатываете, и, в принципе, видно его там, скажем, эволюция определенная, но все-таки, если вы планируете в этом году податься на отбор по технопарку в сфере электроники, еще раз говорю, мы на себя берем дополнительный риск, допуская до отбора те заявки, по которым еще технопарк не в реестре на момент отбора. И, учитывая, что отбор будет летом проводиться, но еще полгода будет на то, чтобы включиться в реестр. Поэтому вот, ну, я просто не хочу, можно в дискуссию идти надолго, но вот общий ответ такой, что я бы не рассматривал, и вам бы не рекомендовал рассматривать опцию, когда вы получаете деньги, а потом только через, там, год или два, или три входите в реестр. С точки зрения Минпромторга России это крайне, ну, рисковая ситуация, и риск она несет в первую очередь для министерства и для субъекта Российской Федерации. Потому что у частного инвестора всегда есть вариант, если он в форме общества, ограниченную ответственностью, ну, скажем так, уйти даже по решению суда от выплат каких-то штрафов. Ну, еще раз говорю, я не хочу вот в эту историю сильно уходить, поэтому вот для того, чтобы, скажем так, сразу там не обжигаться на этих историях, но у вас еще там почти целый год есть на то, чтобы эту заявку доработать и включиться в реестр. Не все зависит от управления компанией. Я что бы хотел еще сказать по отбору. Смотрите, на сегодняшний день, чтобы провести отбор, я так понимаю, правила должны быть прописаны регионам, правильно? Вот регион, допустим, говорит, что пока нет федеральной нормативной документации, мы свои правила прописать не можем. Вот можете как-то прояснить эту ситуацию, потому что... Давайте проясним, что вы хотите, какой вопрос задать, задайте. Когда будет постановление? Да. Ну, смотрите, постановление, на самом деле, сейчас конкретно мы дожимаем Минфин, потому что Минфин, ну, вы же понимаете, любой новый механизм, мы иногда проект постановления с Минфином по три месяца согласовываем. Сейчас мы его дожимаем, дальше мы уносим его в правительство и, ну, дальше, собственно, как правительство утвердит. Правительство некоторое постановление за три дня утверждает, а некоторые по два месяца. Я не могу задачу ставить правительству. Вот, соответственно, мы, конечно, исходим из того, чтобы, ну, как минимум, месяц был на региональный отбор, и дальше, там, в июле мы провели свой отбор. А как будет региону? Вот нам конкретно... Региону, но, смотрите, в любом случае это пилот, да, то есть это первый год отбора, и если регион хочет в этот пилот зайти, ну, надо тоже, естественно, поработать и утвердить нормативную базу. Но если позиции региона дожидаться, когда выйдет федеральное постановление, ну, можно исходить из такой позиции, но у вас просто возникнет ситуация, когда вы в две недели должны будете, там, сеть нормативный акт и утвердите. Если вы готовы за две недели утвердить, нам можно подождать, в принципе. Если вы понимаете, что, исходя из вашей процедуры, там, вам нужно на это пару месяцев, вы начинайте сейчас тогда. Вы же, утверждая нормативную базу по порядку отбора, вы же не закладываете деньги в бюджет? Смотрите, постановление правительства – это некий механизм, а у вас вся нормативка-то есть, есть требования к промышленным технопаркам, есть федеральный закон, что вам еще мешать? Я просто не очень пойму. Там все, что вы увидите, это сколько денег про технологии и ключевые показатели эффективности. Еще раз, коллеги, я понимаю ваши вопросы, я понимаю, что в регионе есть своя специфика, что правовики начнут задавать вопросы, а где федеральный акт? Ну, еще раз говорю, если позиция региона осторожная, ну, тогда надо ждать следующего года. У меня только такой ответ. Потому что, еще раз, с точки зрения того, что написать в региональном акте, вот вы берите проект постановления, который у вас есть, там все это написано. И те там вещи, которые мы сейчас там, скажем, в некоторой дискуссии с Минфином, они не касаются порядка отбора, они там касаются больше вещей, что Минфин волнует всегда, да, там, на что даются деньги и результат. А процедурные вещи, связанные с порядком отбора, они все прописаны, этот проект, он еще с конца прошлого года, он есть у вас. И что ждать-то? Принято. Спасибо. Просто, смотрите, я понимаю, что возникнет определенная ситуация, когда уже надо дать старт отбора, но это, наверное, можно сделать достаточно, ну, несложным нормативным актом. А порядок-то утвердить вам что мешает? Я думаю, что ничего. Вот. Поэтому если все-таки есть желание с этим проектом заявиться в этом году, то вот единственное, что я могу рекомендовать, это написать все-таки этот порядок, утвердить его, договорившись просто с службами в регионе, там, правовыми и прочими, что это не значит, что мы этот отбор, ну, то есть, да, мы его, конечно, проведем только в том случае, когда вот утвердится федеральное постановление. Но еще раз говорю, что написать в этом порядке отбора, вот все и так уже, в принципе, понятно. Вот. Поэтому еще раз говорю, здесь, конечно, определенный риск надо на себя взять и региону, если есть желание проект поддержать и с ним зайти в этом году. Но если позиция на уровне руководства региона, там, что все-таки этот риск, там, для вас избыточен, ну, тогда только в следующий год. Нет, мы будем заявляться по порядку принятия, все понятно. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, прошу в защите проект развития промышленного технопарка Excel. Уважаемые коллеги, уважаемые эксперты, в рамках настоящей презентации мы бы хотели вам предоставить и рассказать о проекте развития промышленного технопарка Excel в городе Киржач, Владимирской области. Несколько слов о самом технопарке. Технопарк Excel – это действующий технопарк. Он был создан в 2014 году по инициативе торгово-промышленного холдинга «Росклимат» и стал первым в России частным технопарком. В настоящее время площадь технопарка 33,2 гектара, и на данной площади располагается 147 757 квадратных метров инфраструктуры, то есть это здания, промышленные, очень производственные, складские, офисные, лабораторные. В рамках проекта развития планируется построить дополнительный новый корпус площадью 35 тысяч квадратных метров и использовать меру господдержки, которая установлена на постановление правительства 11-19. Как я уже сказал, технопарк был создан в городе Киржач, Владимирской области, практически на границе с Московской областью. Это выгодно отличает технопарк с точки зрения логистических маршрутов от любых других технопарков и индустриальных парков. В данном регионе, то есть у нас до федеральной трассы ту восьмой, бетонка так называемая, всего 19 километров, до ЖД-станции Киржач 6,5 километров, до областного центра Владимира всего 120 километров. Поэтому логистически очень хорошо себя и показал, зарекомендовал и остается с точки зрения размещения данная площадка. Она состоит из 20 участков, как я уже указал, площадью 33 гектара, все в зоне промышленности П1. Специализация технопарка, она кроется на самом деле в самом названии технопарка, если расшифровать эти буквы ИЦЛ, это технопарк инженерных климатических систем и электроники. То есть основные предприятия технопарка специализируются на производстве именно инженерных систем, бытовых, производственных. Это и бытовое оборудование типа конвекторов, типа водонагревателей, вентиляторов, типа левкушек. Это промышленное вентиляционное оборудование, это радиаторы отопления, используемые также в жилом строительстве, в нежилом строительстве. Это различные компонентные базы для производства данных материалов, как полиуретановый плит для систем модульных вентиляций, так, например, комплектующие для производства радиаторов отопления. Не так давно у нас появился новый резидент, это полиграфия, которая обеспечивает все необходимые типографии всех наших, дополнительных, всех резидентов. То есть это упаковка, это паспорта, соответствия, инструкции, различная маркировка и так далее. По промышленной инфраструктуре технопарка, с инфраструктурой все хорошо с точки зрения мощностей, самая главная проблема это нехватка именно площадей. То есть у наших текущих резидентов раз и у потенциальных резидентов, которые могут стать, есть потребности и есть запросы в новых площадях. То есть, например, завод ВКО, один из наших резидентов, я их дальше покажу, уже не может дальше развиваться. То есть у него есть объемы заказов на производство, но он их физически не может обработать, поскольку не хватает площади, чтобы поставить дополнительное оборудование. Вот под эти задачи, под задачи новых резидентов, мы и планируем построить новый корпус с площадью 35 тысяч квадратных метров. Из инфраструктуры к этому корпусу необходимо будет только строительство дополнительной котельной, мощности по газу также хватает. По электричеству все хорошо, все мощности необходимые есть. В прошлом году была полностью реконструирована система энергоснабжения технопарка, введена в эксплуатацию новая распределительная подстанция, заменены все кабельные линии, которые ведут от питающей подстанции СП «Октябрьская» к нашему технопарку. Полностью переложена ливневая канализация, полностью переделан водопровод, построено 2,5 километра новых дорог, которые ведут от западной части технопарка к основным корпусам. Поэтому с инфраструктурой проблем для развития мы никаких не видим. Вопрос только площадь. Соответственно, из технологической инфраструктуры, которая в технопарке есть, это два объекта. Это центр коллективного пользования, он состоит из двух объектов. Это линия по покраске, которую используют резиденты технопарка, осуществляя покраску различных своих изделий и деталей. То есть некоторые целые изделия красят, некоторые детали для изделий, которые потом собираются. И второе, это комплекс машин для литья под давлением, которые также используют резиденты технопарка для изготовления определенных штампованных деталей из алюминия. Ну и второй, соответственно, объект технологической инфраструктуры, это конгрессный выставочный зал, который принимает различные делегации, которые используют также резиденты. В своей деятельности мы в прошлом году провели более пяти круглых столов отраслевых по направлениям деятельности наших резидентов. Конгрессный выставочный зал показался с самой лучшей стороны. Вот то, что касается действующих резидентов, и внизу указаны два потенциально новых резидентов, которые планируют занять как раз часть тех площадей, которые мы планируем строить. Если вы посмотрите, у третьего резидента завода ВКО, то есть он планирует также часть помещений занять и создать дополнительные рабочие места за счет установки дополнительного производственного оборудования. Относительно соответствия технопарка и управляющей компанией технопарка требованиям постановления правительства, мы всем требованиям соответствуем. В декабре мы подавали заявление на аккредитацию технопарка. Буквально, наверное, недели две назад получили соответствующие замечания от Битпромторга, но замечания носят реально технический характер, который мы там в ближайшее время устраним и аккредитуемся. По перечню затрат на мероприятия по реализации проекта общий бюджет составляет приблизительно 1,2 миллиарда рублей. То есть 1,2 миллиарда это чистое строительство и там небольшая стоимость по строительству как раз котельной, 30 миллионов по ПСДшке, 13 миллионов и по демонтажу существующих зданий. То есть чтобы построить вот этот новый корпус, нами будет уже снесено 12 зданий, которые на площадке технопарка были нами выкуплены, которые были непригодны для дальнейшего использования. С точки зрения распределения инвестиций в данный проект, он выглядит следующим образом, то есть это 230 миллионов собственных инвестиций, 423 миллиона это кредитные заемные средства, которые также будут привлечены управляющей компанией и 600 миллионов это как раз та субсидия по постановлению 11.19 из бюджета Владимирской области. Соответственно в рамках данного вопроса у нас подписано с губернатором Владимирской области соглашение о реализации данного проекта, в рамках которого мы приняли свои обязательства его реализовать, а со стороны областной администрации принято обязательство на себя создать там всячески необходимые меры поддержки по его реализации, в том числе тех присоединений и предоставления как раз субсидий. Относительно возможности предоставления данной субсидии я немножко позже скажу, относительно механизма его предоставления, по поводу наличия денежных средств в бюджете Владимирской области. На прошлой неделе было заседание в ЗАГС собрания Владимирской области, распределяли порядка 6 миллиардов профицитов бюджета, что найдут на поддержку права на большую сумму. План график проекта, он собственно говоря вот такой, то есть демонтажные работы завершены, проектно-сметная документация в части строительной уже практически готова, будет скоро передаваться на госэкспертизу, сметная документация также формируется. В целом планируем год в эксплуатацию во втором квартале, но это такой пессимистичный прогноз, оптимистичный, я думаю, что и реалистичный, это первый квартал 23-го года, уже новые резиденты заедут в новый корпус. На данном слайде по большому счету расписаны услуги управляющей компании, их выручка, прогноз по инвестициям. По поводу услуг, это все реальные цифры, поскольку управляющая компания уже 8 лет существует, она оказывает конкретно эти услуги по конкретно этим ставкам, поэтому они тут не потенциальные, не с потолка взяты, не оценочные, они вот именно такие. По выручке технопарка, соответственно, цифры за 21-й год также подтверждены налоговой отчетностью, мы, видя динамику, как развивается, собственно говоря, технопарк и управляющая компания, заложили такую выручку, и она нам кажется абсолютно обоснованной. По основным показателям технопарка, они вот здесь, единственное, немножко не скорректированы показатели в нижней части таблицы, они не совсем на самом деле корректны, мы потом более их детально пропишем. Вот. Ну и, собственно говоря, команда нашего проекта, она вот такая. В целом, коллеги, все, что хотел рассказать по проекту, вроде бы рассказал. Если есть вопросы, прошу задавать. Спасибо. Можете вернуться на выручку? Да. Смотрите, у вас загрузка последние 5 лет прогнозного периода, по-моему, не так быстро растет, как растет выручка. У вас до какого-то момента, вот на следующем слайде у вас загрузка расписана площадей. Вот как, вот смотрите, там 94%, там, ну, в общем, в 23-м году вы же на 90% инфраструктуру загрузите. Последние 10%, но они так потихоньку будут прирастать до 28-го года. Там быстрее выручка растет. За счет чего вы планируете вот так структурно получать выручку? Не отдачи в аренду, каких-то услуг получается? Почему? В основном это отдачи в аренду, вот, плюс услуги. Вопрос увеличения выручки при отсутствии увеличения площадей, но мы дальше будем развиваться, мы дальше будем строиться, вот, плюс, ну, там, какой-то коэффициент инфляции по той же арендной ставке. Разрешите? У вас интересный кейс, интересный он тем, что проект уже получал господдержку, и, соответственно, отсюда достаточно много вопросов. Правильно ли я понимаю, что вы будете планировать заявлять на 11.19 только новый корпус в 35 тысяч квадратных метров? Правильно ли я понимаю, что вы планируете достичь целевые показатели только за счет нового корпуса? Нет, не только за счет нового корпуса. А как? В том числе за счет действующих резидентов. То есть у вас есть эффекты, которыми вы уже, так скажем, отвечаете перед Минэкономразвитие, которые у вас зафиксированы в соглашении с Минэкономразвитие, и, по сути, частично эти же эффекты будут использоваться для достижения целевых показателей. Мы сейчас про 316-е говорим, по проекту привлечения на развитие МСП. Ровно так. А там же не те показатели по... Там заявлены резиденты, там заявлены инвестиции, там заявлены рабочие места. То есть вы... Тут будет пересечение или нет? Не будет. В этом случае пересечения не будет. Не будет пересечения. А в какой части вы видите задействование вот остальной территории за пределами 35 тысяч метров квадратных? Для каких показателей, в какой части? Перед Минэкономразвитие мы отчитываемся по малому и среднему предпринимательству. Это, собственно, один полный производственный корпус 18 тысяч квадратов. У нас есть еще два других, на которых расположены так называемые якорные резиденты, которые дают основную налоговую базу. Вот за счет их мы как раз и планируем покрывать. И здесь указали эффекты на этом слайде. Вы планируете покрывать эффектами от действующего якорного резидента, который был размещен до начала реализации проекта по 35 тысячам квадратов. Правильно? Да, все верно. Сейчас мы отчитываемся по резидентам, которые расположены совершенно в другом корпусе. Очень жаль, что Леонид Валентинович вышел. Очень интересно было его комментарий услышать в этой части. И еще небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вы на аккредитацию подали заявку. Правильно ли я понимаю, что она на 33,2 гектара и на всю площадь, которая, по сути, заходила в Минэк и которая планируется на 11,19? Аккредитуемая территория? Аккредитуемая территория вся 33 гектара, все 147 тысяч. И плюс, соответственно, будущий корпус тоже там заявлен. Будущий корпус, там еще не заявлено, если я не ошибаюсь, поскольку проектно-смендокументации не было. Ну, то есть в мастер-плане его нет? В мастер-плане был, в производственном корпусе. Коллеги, вот моя рекомендация, мы же здесь рекомендуем друг другу. Моя настоятельная рекомендация вам найти Леонид Валентиновича и задать ему этот вопрос в отношении тех целевых показателей, которые достигаются не только за... Вот там, где корпус 35 тысяч, и только за счет него вопросов нет. Ну, у меня, по крайней мере, нет. Надеюсь, что ни у кого никогда не возникнет. Но там, где вы планируете отчитываться той территории, которая была в заявке на Минэк, моя добрая рекомендация очень подробно поговорить с Леонидом Валентиновичем. Часть этого водораздела – это колоссальный риск проекта. Вот. В остальном вопросов нет. Спасибо. Спасибо за доклад. Еще вопросы страны экспертов будут. Спасибо. Коллеги, Химпарк Тагил. Есть представители? Все. Тогда считаем, что проект закончен. Сейчас подводим итоги. Буквально 5 минут. Коллеги, буквально нам нужно 5 минут для того, чтобы провести итоги сегодняшнего заседания. У нас до начала торжественного мероприятия ровно час. В течение этого часа есть предложение провести дополнительные консультации. эксперты все здесь. Можете подходить. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Ну и свободное время. А 18 часов уже на первом этаже мы собираемся для того, чтобы встречаться уже на подведении итогов торжественной обстановки. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . . . Спасибо. . Спасибо. 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 Прошу тогда прокрутить, чтобы каждый все увидели. Уважаемые друзья, баллы баллами. По большому счету я прошу к этому отнестись исключительно как такая примерная оценка экспертами проработки ваших проектов. Позвольте я тоже несколько слов скажу. Итак, у нас с вами заканчивается второй день. Второй день работы. Работа была сложной, вы устали. Мы тоже для себя сделали определенные выводы. Есть ли необходимость собирать и кластеры, и технопарки вместе. Просто очень много людей, зачастую не успеваем поработать. Мы сделаем определенную работу над ошибками. И если по истечении вот этих двух дней коротко подвести итоги. Первое. Не было задачи вас отранжировать и сказать, кто лучший, кто худший. Здесь нет ни лучших, ни худших. Была задача оценить, насколько сообщество готово пользоваться этими инструментами. Второе. Понять, где есть слабые места. Третье. Дать рекомендации по устранению. И четвертое. Наиболее качественно подойти к конкурсным отборам. Вот какие задачи решались. Я очень надеюсь, что все те замечания, которые эксперты вам высказали, дали, вы учтете. И уже на следующих встречах ваши проекты будут выглядеть уже более качественно. И вы уже до конца осознайте, нужен вам этот инструмент или не нужен. Учитывая, что ситуация меняется каждый день, у вас будет время до конца это определить. Также я хочу сказать, что наши мероприятия еще не закончились. Мы вспоминайте первый день. Мы говорили, что мы и поработаем.